Когда-то мы не могли подумать о том, что мы будем хуячить подкаст в гостинице, вот, и я буду, Егорыч, задавать тебе интересные вопросы, провокационные. Слушай, давай, наверное, начнем вообще с твоей, ну, я сегодня готовился к подкасту и, соответственно, читал. Серьезно? Да, серьезно. Погрузился, так сказать. Да, в твою Википедию, но я твою историю и так знал до этого, в принципе, но какие-то мелочи для себя почерпнул, вот. Я знаю, что ты в детстве начал заниматься хоккеем сначала. Как получилось, что ты вообще пошел в хоккейную секцию и как попал в, скажем так, вообще мысли о спорте, когда у тебя зародились? Ну, мысли о спорте у меня всегда были, так скажем, с детства, гоняли мячик, как обычно, да, там, во дворе, играли в догонялки, там, всякое такое, там, на брусьях отжимались, там, подтягивались, то круче, там, как обычно, двор на двор, там, собирались, футбол играли. У меня во дворе, конкретно в моем дворе, в котором я родился и провел детство, была коробка хоккейная. Ну, я знаю, они... А, универсальная, как бы, такая, но из такого, из гетто, ретро-коробки такие. У меня тоже была, через двое, такая же. Вот, да, и сложилось так, что если возвращаться к тому, что я начал заниматься хоккеем, как обычно, детство советского ребенка, летом это футбол, тусовки, заразки, там, игры, всякие, посиделки. А зимой, что, чем нужно зимой заниматься? Ну, естественно, конечно же, все играли в хоккей, там, да, лепили, там, снеговиков и всякие, играли в снежки, что можно еще делать. Естественно, мы заливали, не мы, я был маленький еще, ребята старшие со двора, так как двор большой был, каждую зиму заливали каток. Сами со шланга, там, подключали в подвале, где-то к трубам этот шланг, заливали, расчищали, там, по нескольку раз все это происходило. Всем двором делали, 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 чистили, 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 в итоге нормальный лед получался, и мы катали в хоккей, там, дворами, там, ребятами, там, все, проводили целый день на этом льду. В итоге, как все прошло? Это была секция? Да, ну, какая секция, просто мы там катали для себя, у меня не было на то время коньков, у меня семья большая, есть старший брат и старшая сестра, естественно, как обычно, мне доставались коньки от брата и от сестры, у брата там были слишком большой размер на то время для меня, я взял коньки сестры, а они были фигурные. Ну, какая разница мне была, в принципе, лишь бы кататься, лишь бы любые какие-то коньки были. Тогда ты искал выход, да, в принципе, ты не думаешь там, какие коньки, ты просто ищешь выход, в какие ты попадаешь? Да, вообще, я даже мозг тебе голову не забивал того, что должны быть коньки, а какие они будут, вообще не важно, я должен был быть на коньках. Я учился также, как бы, стоять на коньках, ходить, кататься все сам, то есть никаких, как сейчас, там, не берем подкатки, берем индивидуального тренера, там, крутые коньки, там, под тебя стельку делают и все такое, блин, какие крутые коньки, там, трое носков, чтобы не замерзнуть, да, и шапку-ушанку и погнал на этих фигурных коньках. Я на них бегал. Максимум индивидуальный тренер, да, это, наверное, сосед мог бы. Да никакого индивидуального тренера не было, какой индивидуальный. Сам себе индивидуальный тренер. Да, это я, короче, слышу, Сергей Городич, у меня своя история по поводу коньков. Ну, как бы, у нас, у меня такая же коробка была, только она была, ну, как бы, не в нашем дворе, а через двор. И мы ходили в эту коробку, ну, летом футбол, а зимой хоккей. А у меня, вот, именно с вот стопы я вообще не могу стоять на конках. И моя история с хоккеем, когда я пришел, ну, такой, типа, взял у какого-то соседа клюшку, откуда-то у меня появились коньки. И я, значит, ну, понимаешь, да, первый раз встал на лед, не смог доехать до центра, там, по бортику походил и сказал, Ребят, ладно, все классно, но хоккей без меня. Снежки, старшаки на гаражах, младшие снизу, и вот мы там с утра до ночи в эти снежки лупились, но хоккей я уходил стороной. То есть коньки, коньки, это не моя история. Ну, рассказывай дальше, и как ты попал в секцию? То есть вы, получается, играли двор на двор? А, получалось, что так вот играли, каждый день там собирались, да, там, не шайбой, а мячиком играли, так как ни у кого экипировки особо не было никакой, в принципе, да. И если шайбой играть, то все это больновато было, да, можно было подзакончить сразу, не начав. Я когда ходил, ну, сам занимался хоккеем, я получил один раз шайбы в лицо, это было неприятно. Ну да, это мягко сказано, все неприятно, поэтому... Губы потом были просто на полица. Ну, получается так, что я, опять же, возвращаясь к этим конькам фигурным, я на них бегал, потому что там зубчики впереди. Ребята, те, которые раскатывались во дворе, там, ну, половина из них, наверное, не наточены коньки были, как обычно. Если они не наточены, ну, кто может наточить? Дома там напильником наточил, пошел там... В начале зимы. Покатался, да, упал там семь раз, ну, неважно это было совершенно. Я тоже особо не точил, это потом отец меня уже забирал коньки, что-то там подтачивал, там, где-то на станке. Вот. Мне казалось, что они супер наточены, ну, ладно. Я бегал на них, просто быстрее всех был, я бегал на этих зубчиках, научился тормозить, и как-то раз, выходной день, я помню, да, там, ясный день, суббота или воскресенье, опять же, я выходил каждое утро, рано очень, почему-то получалось так, что в будние дни ты проснуться не можешь с утра в школу, а суббота-воскресенье ты просто встаешь сам, ну, хочется тебе побольше времени провести самим собой, поиграть. Сейчас дети у нас, в принципе, потом можно... Да, в принципе, та же самая ситуация, и поэтому я сейчас понимаю, почему я, опять же, вот недавно буквально там, несколько дней назад, дочери, говорю, ну, слушай, блин, ну, зачем ты встал, суббота, один день, можно же поспать, говорю, почему ты встаешь в 8 утра, тогда, когда школа, тебя не добудешься, там, да, в 7.30. Там не волнует, да. Вот, ну, в итоге я сам проецирую на себя, понимаю о том, что, естественно, они хотят больше времени провести, там, поиграть, да, там, чтобы день не заканчивался, все это понятно. Было то же самое и со мной, и я с собакой выходил, у нас была собака с детства всегда, и, как бы, на меня возлагалась ответственность, как бы, на самого младшего, потому что все спали, я должен был... Один хрен я вставал, Классическая история. Один хрен я вставался рано утром, ну, иди, собака, хочешь кататься, там, на коньках, там, ну, иди, собака будет тоже с тобой, там, бегать, там, пока ты будешь кататься. В итоге двух зайцев убивал. И, вот, обычно, как обычно, выхожу на улицу, там, собака, и все, там, часов 8 утра, посмотрю, блин, коробка занята. Какие-то в шлемах, там, все в экипировке катаются, что-то там, мужик на них орет, там, ну, какие-то упражнения исполняют, я думаю, чузовато. В плане того, что это наша коробка, блин, там же в то время битва была... За базу. За базу, да, да, да. Наша коробка, захожу, посмотрю, что-то приглядело. А ты тревожный? Да, я тревожный в этом плане. Я пригляделся, наученный, наученный горьким опытом, и захожу, пригляделся, смотрю, реальная тренировка идет, все организовано, тренер, там, у них свисток, там, все дела, они, там, исполняют какие-то упражнения, там, стараются что-то сделать. Мне так это понравилось, ну, я понимал, о чем речь, вообще, в принципе, хоккей-то смотрел, и как-то случилось, что что-то у них, там, то ли человека не хватало, то ли что-то в этом роде, они меня, там, подтянули, я вот не помню, чисто детали, давай, типа, там, поработаешь с нами, я говорю, у меня нет экипировки, он говорит, ну, без контакта, просто упражнения, там, катание, там, я не знаю, на скорость движения какие-то, все остальное, а я на коньках, они-то все профессиональные конька, а я на этих фигурных, в пальто, в пальто, в варежках, понял, я уверен, как обычно, все, какая-то клюшка, там, обычная, кривая, там, да, русская, я смотрю, у них, там, хорошие какие-то клюшки, модные, это вообще чумол, ну, я говорю, да, неважно, ну, встаем, и я, как вспоминаю, встаем, там, две фишки было, да, там, в ряд, в колонну ребята стоят, и нужно было до другой фишки, там, через какое-то расстояние добежать, резко остановиться, или объехать ее, и назад вернуться в колонну, да, там, м-ное количество людей, ну, кто первый, там, типа, тот побеждает, окей, окей, ну, и все, я встаю, раз, там, вторым или третьим я стоял, моя очередь приходит, а они-то, как классический конек, да, там, ты в разные стороны, там, движения делаешь, а я просто на этих, на фигурных, я говорю, давай, я просто бегом пробежал туда, до этой фишки, назад развернулся, бегом, этот чел, там, пока заехал, объехал, говорю, я уже стоял на месте, тренер, я как вспоминаю, говорит, блин, слышь, но это не хоккей, это не катание, говорит, ты что бегаешь, блин, тут бегать не надо, говорит, здесь нужно катиться, я говорю, как я буду катиться, я говорю, я не умею, по-другому, я только так научился, он говорит, тебе нужны другие коньки, давай, говорит, приходи к нам на тренировку, скажи родителям, чтобы купили тебе такие-таки коньки, вот там, у меня мечта была, Динамо, там, или Сальва были на то время, такие литые коньки, пластиковые, похожие на крутые, и мне казалось, что они крутые, да, но на то время больше просто возможности не было, я о них очень мечтал, в итоге я маме сказал, говорю, пожалуйста, купите мне на день рождения, на Новый год эти коньки, в итоге они мне не купили, сосед у нас был, и есть там Коля, и Дима, два брата, вот по лестничной клетке, у нас соседи были, ну, они, естественно, старше меня намного, и у этого Коли мы ходили, как обычно, соседи друг к другу, вечерами, там, проводили время родителей вместе, в итоге у этого Коли я увидел эти Сальва коньки, но у меня был размер, наверное, 37-й, а они, наверное, 42-го или 43-го, да, там, ну, чуть побольше, кроссовки, там, на них оставалось немножко, немножко лезвия, я начал у него молить эти коньки, говорю, я смотрю, ты не катаешься, там, ну, они тебе не нужны, там, понял, ну, не катаешься, зачем, ты уже взрослый, они старые, там, ржавые коньки, Вот тебе мои фигурные 37-го. Да нет, нет, он говорит, да ладно, на, бери, в итоге я там какие-то шнурки из шнуровки делаю, там, отрезаю себе, вставляю туда коньки, отдаю отцу, чтобы он их поточил, он их точит, в итоге я пару носочков надеваю, еще там чулочек такой был, как бы, как носок тоже внутри этого конька. В коньке, да. Да, 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 я надеваю, и хорошо, что мне потом бабушка перешила, царствие небесное, под вот этот вот носок, под меня, под мою ногу, а внутри конька уже там неважно было, там можно было чуть-чуть подложить туда, в этот носок, его там не видно было, да, ну, ты вроде и катишься ровно. Я как надел их, как погнал, я думаю, ничего себе, такой уровень просто, я куда-то поднялся там, и оказалось, что я просто уже все там профессионал, все остальное. В итоге я катал на этих коньках, и меня взяли в эту секцию, я начал заниматься, но заниматься-то начал, тренер говорит, нужно экипировку, ну, как ты будешь тренироваться, играть, тебе шайбы один раз попадут, или тебя бортанут, ну, и до свидания. Я тоже ему начинаю говорить, ну, у меня нет возможности купить там, в плане, он говорит, ну, у меня сейчас никто не покупает, вот тебе там экипировка, и мне выдают там экипировку, я радостно иду домой, ну, не меряю ничего, иду домой, приношу эту, блядь, как его, баул этот, домой, говорю, мама, мне дали экипировку там, она, о, кайф там, ну, типа, говорит, давай меряй там, типа, завтра пойдешь, мне просто вот такие дали. Трусы, я уверен, классические, когда выдают, Трусы, вот такие, я помню, желтого, такого, оранжевого цвета, ну, короче, все щитки были не там, где они должны были быть, понял, ну, разница так была, что, чтобы ты понимал, вот здесь должен быть щиток, он у меня был на коленях, а там уже на коленях были, которые были выше колена, ну, все правильно, но мне было пофигу, это не важно, нас тогда эти не волновали трудности, я говорю, ничего, перемотаем на пол руки, изоленты нормальные, там надо, чтобы держало, чтобы мне не попали в эти колени, в ноги, чтобы не пробили, Ну, в итоге я как дурак выглядел, как обычно, да, там, покатался, покатался, в итоге маме, наверное, стало меня жалко, она там купила мне какие-то бушные, эти щитки там и все остальное, я начал ходить, но мама в то время не ходила, она думала, что это, ну, как увлечение обычно, да, зимний период времени, как я там увлекался, ничего особенного. Секция этого хоккея была буквально через дорогу от нас, ну, я не знаю, 15 минут идти до юбилейного дворца спорта, то есть я просто ходил, тренировался, возвращался назад и знать, особо никто и не знал, родители особо и не знали об этом. Ну, никто не переживал, да, тебя, я помню классическое, там, чего, кого, да, иди гуляй. Да, гуляй, да, да, спокойненько. Гуляешь сам, никто не переживает, мобильных телефонов нету, ты гуляешь, да. Потом приходишь, да. Когда придешь, непонятно. Да, а ты там, ну, ты не рвался домой, ты там после тренировки обязательно походить, погулять. Нет, там просто время проводишь, в плане того, чтобы было ограничение какое-то по времени вечернее, да, там, ты должен там в 10 или там в 11, там, в зависимости от возраста, было быть дома. Ты, подожди, ты задерживался, я вспоминал тут, я вспоминал свои истории, когда я вписывался в футбольную коробку, она была там через несколько кварталов от дома, и мне батя говорит, там, надо быть дома в 10. Ну, и как обычно, партия, вторая партия, третья, жопы пробили, туда-сюда, я смотрю, время 10.30, а ехать там 6 остановок, ну, и ты понимаешь, что паника, пожар, трамвай, как бы должен трамвай подъехать, трамвай уже нет. Ты едешь, ты вот, рюкзак на плечи, и 3-4 километра бежишь, дома заходишь, получаешь, обязательно, получаешь леща, получаешь также информацию, что следующую неделю у тебя... Отказано все, дома, дома. Да, домашний арест осознаешь, но при этом все равно через какое-то время делаешь тот же косяк, потому что там настолько ты заигрываешься. Заигрываешься. Увлекаешься, да. Нет, у меня было такое тоже, только отец особо не контролировал в этом плане, мама была больше так, ну, контролером, занималась воспитанием, так скажем, поэтому... Бывали случаи, конечно, такие, но и бывало еще то время, когда, опять же, после хоккея начался период времени, когда я не понимал, чем заниматься. То есть, как бы, я вроде бы везде, ну, в разных видах спорта, да, там, за школу играю, там, бегаю, там, 60 метров, 100 метров, там, 800 метров, там, прыгаю в длину, там, отжимаюсь, но как такового спорта не было одно время у меня. Ну, естественно, это где-то 10 лет было, я помню такой период, он был короткий, но, я знаю, месяца 3-4, это с середины лет, ну, с начала лета и где-то начало осени, то есть до моего дня рождения, даже включая день рождения. И я так попадаю в такую компанию, то время было, это сколько, 9 лет мне, это 90-е годы, 95-й там год, вот так вот, попадаю в компанию, опять же, советского, такого же российского времени, переходного периода, когда все курят, все хотят выпивать, варят винт, ну, и все какое-то такое, тусуются в коморах, как таковых коморах, я объясню, это лазают по подвалам, делают свои какие-то комнаты, да, там, проводят, там время, общаются в кругу, в кругу взрослых парней, девчонок, там, играют на гитаре, песни свои, там, ну, вот, все в этом вроде, и мы, как вот, 10, там, 9-10 лет, ты вроде считаешь себя, что ты уже, ну, вот, ты взрослый, ты уже ходишь с какой-то девчонкой пару раз коснулся ее за ручку, только это же осталось поцеловаться, но это вообще уровень, причем у тебя есть еще какие-то бабки, там, в плане того, что тебе родители где-то дают, а где-то и не дают, ты там уже пытаешься купить какие-то сигареты, там, или что-то, это вроде показаться еще каким-то, там, суперкрутым, да, парнем, вот, я попадаю в эту струю, в это вот замес этот, мы лазаем по подвалам, там, все остальное, у нас очень такой дом большой, относительно, я не знаю, как, с чем сравнить это, но 8 подъездов, я считаю, что это, как бы, ну, прилично большой дом, там, ну, и учитывая, что там, сколько он этажный был, 9-этажный дом был, но на то время, как бы, это один из самых больших домов был в городе Воронеже, да, так будем считать, и под этим всем домом подвалы, ну, понятно, ты рассказываешь свою историю, я вижу свой дом, потому что у меня было точно такое же, из каждого подъезда, входы в эти подвалы, там, и все остальное, тусовка, там, переходы ночные, там, через подъезды, ну, короче, всякая фигня такая, в итоге, ты там сидишь в этих коморах, ты воняешь полностью твоя одежда, ну, похоже, там, я не знаю, на сигарету, просто, запах табака, запах, там, всего остального, да, и я тщательно скрывал от матери, что я начал там потягивать сиги, ну, как все потягивают, то есть, и я там тоже... — А на крышу был доступ у вас? — Да, и на крышу девятиэтажного дома. — Презервативы с водой кидали с крыши? — Да, все было, презервативы не знаю, но кидали всякое, да. — Мы, я вот как сейчас помню, бомбы эти кидали, и там занавит, и по крыше, оп, по лестницам носились, я думаю, вот веселье было у людей, с девятиэтажки не смотришь. — Вообще, да, подумаешь, ну, типа, на крыше, да, каким-то догонялкой еще вообще. — Ну, слушай, девятиэтажный дом, сейчас общаешься на эту тему, там, также с детьми, там, сын мой говорит, там, ой, блин, там, на пятнадцатый этаж заходили, там, на семнадцатый, нам нашего дома, жилого, там, на эти балконы выходили, там, у меня супруга, ай-ой-ой, что это так? Там же могут упасть? Я говорю, слушай, блин, мы в свое время, ты себя вспомни, в свое время по стройкам ходили, вообще по краю, там, кто круче, больше, там, и все остальное. — У нас была какая-то большая стройка, четырехэтажный дом с подвалом, все, и мы там играли, типа, в сифу, рыбкой, пластиковой. — Да, да, кидали. — Да, да, такая история, ты бежишь, и вот там есть щели, где перекрытие, кто-то камни скинет, если ты на крышу, как бы, в комнату забежал, тебе надо перейти, вот, кирпич один, получается, добрыф, и ты по этому кирпичу перелазишь, какие, я сейчас думаю, чего вообще мы делали. — Причем был, страх отсутствовал. — А такого вообще не было, ну, ты такой, подумаешь, четвертый этаж по кирпичу прошелся, и что, причем, у тебя надо же свалить еще, чтобы сифа не быть. — Конечно. — Чего вообще? — Да, 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 вот такое время вспоминаешь, и понимаешь, что, блин, ну, слушай, вообще такие отморозки, там, знаешь, в свое время. Мы так же выходили на девятый этаж, там, и лазали, и бегали, и смотрели эти салюты, все там, да, какие-то мероприятия были, поэтому... Всякое могло случиться, но, слава богу, как бы, все нормально, живем еще, живо, и... О таких случаях миллион, ну, так, если уж говорить на то. Просто их-то, наверное, не озвучивают так, а в то время, наверное, их много было. — Ну, тогда, наверное, СМИ было, нет, ну, да. — Слышишь, Егорыч, но вот это ощущение, когда ты с Сигой не умеешь втягивать, понял? Он поусолишь ее в губах, и тебе кажется, что... — Ты уверен вообще в себе. — Да, ты стоишь на девятиэтажке, и ты думаешь... — Король жизни, я король жизни. — Да-да, я в порядке, я в порядке. Помусолил эту сигарету, вдохнуть ты ее не можешь, потому что, ну, маленький еще не поймаешь, но ты со старшаками, и тебе кажется, что ты, да, ты очень взрослый, очень самостоятельный, который принимает взрослые решения. — Ну да, было дело такое, и, конечно, уже потом на уровень приподнялся, там, через месячешки, я начал уже кольца пускать, там, уверенно, на этот, на аспорт, там, сколько колец ты пустишь. Ну вот я вспоминаю такое время и понимаю, что просто, ну, жесть вообще. Но, слава богу, вот смотря со стороны, опять же, возвращаясь назад на это время, как-то, я не знаю, то ли это воспитание, то ли это внутренний мой какой-то голос сказал мне о том, что хватит, да, это буквально вот эти четыре месяца, я активно вот этой жизнью занимался, там, тусил, вот это вот все делал, курил сигареты, там, и все такое, там, проводил время со старшими ребятами, там, да, они выпивали, благо я не выпивал, вот. Вот, но в один момент, я вот, как помню, с конца сентября наш тренер, не тренер, а физрук в школе, опять же, собирает, там, как, собирает лучших ребят в школе, там, ребята, нам нужно выступать на школьных соревнованиях, там, бег 60 метров, бег 100 метров, там, нормативы такие-то, такие-то сдавать, давайте я протестирую. Ну, и тестирует каждого, как обычно, все на улице, на школьном дворе, мы бегаем, и я понимаю, что я там пробежал, вроде, мне казалось, что быстро, как обычно, как бы я, как и раньше бегал, он мне говорит, слушай, что такое, там, типа, ты болел, там, или что-то в этом роде, да, у тебя, у меня там просто на полторы, на две секунды хуже, все, что было, допустим, весной, весной, да. Я начинаю, говорю, да нет, я не болел, типа, все нормально, и понимаю внутри себя, он говорит, давай, тебе надо прибавить, типа, и все остальное, ты, там, должен выступать за школу, как обычно, и я начинаю себе думать о том, что, блин, наверное, все-таки это сигареты, ну, в плане, вообще, откуда у меня это все произошло. Почему старею? Да, 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 наверное, что-то я там курить, наверное, начал, ну, и вот именно первое, что вот у меня подумалось, я думаю, так надо заканчивать, ну, не заканчивать, просто я бросаю, и все, и получилось так, что я просто разом все бросил, у меня никого привыкания не было, но это баловство было, там, два-три месяца, вот, я сразу всю эту фигню отметаю, начинаю нормальный образ жизни, также тренируюсь, там, бегаю на физкультуре, и показываю, опять же, те же результаты, даже их улучшаю, там, через какой-то период времени. Возвращается, конечно. Да, возвращаюсь, как бы, к нормальной жизни, вот этого дерьма всего нет, и, как бы, эти люди, те, которые были со мной, все тусовались, да, какая-то компания, да, как говорится, попадаешь в компанию, они как-то сами растворились, то есть, у меня уже не было этого времени для того, чтобы с ними проводить время, и, как бы, я, как говорится, другой дорожкой пошел, как бы, свернул, может быть, конечно, это и внутренний мой голос, и, конечно же, родители, наверное, повлияли на этот момент, потому что, я думаю, что они наверняка понимали и видели, что что-то не то происходит. А ты довольно-таки поздно, ну, пришел в баскетбол, правильно? Баскет, да, я рассказываю, 10 лет, вот, я говорю, у меня был период, год, где-то я вообще не занимался ничем, вообще никаким видом спорта, я говорю, только за школу, вот, бегал, вот, это вот, разные соревнования, а потом меня отвела сестра, сестра была, занималась плаванием, ну, у нее там разряд есть взрослый по плаванию, она говорит, ну, давай сходи на плавание, типа, ну, просто так, старшая сестра, говорит, вот, хороший тренер, там, Олег Донатович, я, как помню, даже имя его, она говорит, вот, мой тренер, типа, давай, пусть он тебя посмотрит, там, поплаваешь, понравится, не понравится, ну, в итоге я начал ходить на плавание, он говорит, да, все нормально, круто, и я месяца два-три на плавание ходил, но меня как-то это особо не увлекало, поначалу это увлекало то, что ты постоянно имеешь воду, да, там, поплавать можно в зимнее время, зал, там, прикольно, там, общение, но, как только начались там такие серьезные нагрузки, там уже не до, как бы, не до фана, так скажем, да, потому что... Тебе не дают там возможность поплавать, побаловаться, тебе надо, ну, Павел, там, работать надо. Мне кажется, это довольно-таки очень однообразный и скучный, но понятно, ну, что там какие-то бешеные нагрузки. Каждый, каждый вид спорта его надо любить, ну, так уж, скажем, да, но тебе ты должен просто кайфовать от того, что вот у меня сестра кайфовала от того, что она плавает, она любит плавать, в плане того, что она просто может выйти и плавать там час спокойно, да, в воде, а я не такой, я там, я поплавал, грубо говоря, сплавал туда-назад, я выхожу, я не буду сидеть в этой воде, там, ну, то есть, как бы, у меня интереса особого в этом нет, да, понырять, окей, ну, плавать, как только там начались нагрузки, там, нужно 50 бассейнов, там, 20 бассейнов. Ну, ты, подожди, там еще же, помнишь, всегда на суше это тренировка. Ты на суше тренируешься вначале, да, разминаешься, делаешь всякие упражнения, потом ты идешь в этот бассейн, тебе уже там особо нет бассейна, блин, ну, надо плавать, да, какие-то результаты показывать и все остальное. Поначалу это было круто, как бы, я научился основам, там, я, по-моему, поставили технику, там, все остальное, но в итоге я перестал ходить потом, буквально, там, я месяца через 4, я оттуда ушел, и, говорят, не для меня, там, типа, ну, перестал ходить и все. А баскет, ну, в баскет вообще, я уже говорю, опять же, прошло некоторое время, опять же, школьный двор. Ну, мы проводили время где-то с друзьями, ходили по улице, смотрим, ребята просто кидают. У вас, соответственно, было кольцо или что? У нас было в соседнем, рядом школа была с нами, то есть это наш был, внутренняя вот коробка, там никакого кольца не было. Да, там были ворота и, как обычно, все. А в соседнем, буквально не в соседнем, я не знаю, ну, 5 минут идти, была школа, и на этой школе был школьный двор, да, площадка была. Такая там с кольцами, я помню, кольцо было уже, понимая, сейчас, да, оно было где-то 3.20, наверное, высоту там. Чуть повыше, да? Да, 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 чуть повыше. И пацаны там просто бросали мячик, там, тоже любители там какие-то, ну, не знаю, парни просто приходили кидать. Ну, и в итоге я что-то... Так а ты зашел туда просто случайно? Я зашел просто случайно, мы шли, я тебе говорю, шли рядом с этим школьным двором, с парнем, я помню, там, Саша был один такой со двора, я говорю, да пошли попробуем пошвырять там, что они там кидают, блин, во что они играют, давай попробуем, вообще, без, знаешь, там, без какого-то задней мысли. Ну, в итоге парни нас взяли, мы начали, как обычно, какая первая игра для баскетболиста, 33. Да. 33 встали там бросать. Слушай, Егорыч, знаешь, что я хочу спросить? А ты мне скажи, вот, параллель, если проводить с твоим сыном, вот, как бы, первый мяч, да, когда человек берет, ты свое ощущение помнишь, когда ты, вот, взял этот мяч, вот, кольцо, и ты вообще не знаешь, ну, там, так бросить или так. Ну, да, я посмотрел на пацанов, как они кидают, я смотрю, кто так, кто там, что-то там ковыряется, пытаясь, я говорю, ну, окей, я, блин, там, ну, пытаюсь, что-то, самое главное, вообще, говорят, я помню, самое главное в квадрат попасть, а он там самоотскочит, все-таки никакой не было, ну, вот такие вот какие-то вещи. Ну, сколько тебе получается, 12, да, где-то? Мне было, да, 11-12 лет, там, переход вот с 11-12. И через 4 года ты едешь на чемпионат Европы? Я через 3 года еду, в 15 лет. А, тебе 15 было? Да. Да, на чемпионат Европы в Риге, да, выиграли? В Риге, по калетам, да, серебро. То есть, ну, типа, ты понимаешь, нет, ты понимаешь, да, что, типа, ну, за 3 года... С человека, который, ну, как ты сказал, что не понимал, да, как бросать, ну, как-то бросал. Так и было, да. Я просто, когда готовился, я же не знал, что ты в 12 начал заниматься. Я когда готовился, я, ну, как бы, начал анализировать и понимаю, что, блин, ты за 3 года от человека, который, ну, как бы, вот так бросал, и потом ты играешь в финале чемпионата Европы. Да, да, в стартовой пятерке, в основном, ну, вот в этой команде. Нет, так ты мне объясни, как это получилось? Ну, я тебе объясню, что так сложилось, говорю, я начал заниматься, опять же, продолжая разговор, там, бросать-то 33 ходить каждый день. Ну, да. Да, ну, меня как-то увлекло, по приколу, там, народу много, и... А, ну, то есть, там 85 человек, да? Нет, 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 там ходил человек 10, и потом приходили там еще ребята старшие, которые там что-то умели уже, там, знаешь, ну, показывали какие-то там броски и все остальное. Я посмотрел, говорю, окей, я что-то тоже так хочу. Ну, вот какие-то игры играли 3 на 3, там, 5 на 5, ну, смешные, там, грубо говоря. Ну, понятно. Да, там. И проходит там некоторое время, около месяца, может быть, что-то в этом роде. Я матери говорю, мам, блин, ну, походу, надо мне мячик купить какой-нибудь... Ой, извиняюсь, баскетбольный какой-то мячик купить, говорю, чтобы я сам приходил и бросал. Она там, ну, говорю, пойдем в спортмастер. У нас спортмастер, один магазин спорттовары был на углу. Ну, там все... Раньше было, раньше все было... Там все... Понятно, примитивно, блин, никаких вариантов. Есть вот магазин один, на который можно пешком добраться. Там и удочки продаются. Ну, все, понял? Да, да, классические. Удочки, сачки, велосипеды, клюшки, хоккей, там, ну, все подряд. Подсаки, там, и все вместе взятое, там, в одном магазине. Назывался спорттовары на углу. И мяч, и футбольный, и баскетбольный, как бы, но разных расцветок, но из материала одного он сделал. В итоге мы с ней пошли, она мне какой-то обычный, там, желтый, я помню, резиновый мячик этот купила. Я радовался, там, до посинения. Поиграли... Спал с мячом? Ну, да. Ну, поначалу-то я еще не спал, но радовался, грубо говоря. Это после началось все. Того, что, как бы, любовь сама к спорту, это только сейчас увлечение было, грубо говоря. И я просто брал мячик, а в то время, я так уж могу сказать, у кого мячик, ну, тот вообще король. Тот и был заправлен. Потому что, если у тебя мячик во дворе, футбольный есть, ты вообще барин просто. Потому что все к тебе заходят, спрашивают, у тебя мячик, выходи. Причем, и ты играешь всегда. И ты постоянно, а ты не можешь не играть, это как на Олимпиаде, какая команда проводит, какая страна проводит Олимпиаду, она всегда на Олимпиаде. Да, участвует. Поэтому здесь ты вообще барин был. То есть, если мячик был, то это вообще топ. Ну, у меня вот был мячик как раз на то время. И футбольный, и, причем, у меня был футбольный мячик. Потом я уже понял, что он был баскетбольным, просто стертым. Понял? Резиновым. А, даже так? Стертым. Да, мы им играли, когда на жопу, им убивало просто вообще. Говорят, пацаны старше играли, давай не будем мячом играть. Слушай, Егорыч, у меня есть смешная история, когда, ну, наш двор, мы чаще всего играли в американку. То есть, мы гоняли в американку, и, ну, понятно, старшаки, молодые, один на воротах. Это всегда было на жопы. И я помню, что первые года мы играли, набивали, понял? То есть, не по одной жопе, не по пять. Да, сколько набьешь, сколько и бьешь. И у нас были таланты, которые набивали по полтосу. Ну, да, было так. А я мог набить пять-шесть. Понял? И ты представляешь, что пять человек мне пробивали там по двести жоп. Ну, да. Жопа была, жопа была просто, ну, понятно, какого цвета. И, ну, старшаки, как бы, всегда доминировали и гасили. Знаешь, там, ну, ты там все время на воротах. Единственное, мы называли, по-моему, это не американка, а сало. Ну, как-то по-другому она там называлась. Ну, в общем, ты стоишь на воротах, там, примитивно объясню, стоишь на воротах, пять-шесть человек играют против тебя, должны забить слет у тебя в ворота. Если не забили или промазали, то встают на ворота. Если ты ловишь мяч, бить наешь. Да, да, у нас банан назывался. Ну, да, короче, в общем, я помню, как меня унижали, наверное, три-четыре года. Ну, прям страшно. В итоге я начал кататься в лагерь, в детский. И мы, ну, соответственно, в детском лагере все время гоняли футбик. Ну, и понимаешь, в любую игру, чтобы прокачаться, тебе надо просто в нее играть. Значит, у нас были зарубы в лагере. Я за три-четыре лагеря качнулся. И мы возвращаемся. И там старшаки думают, что они доминируют, но они-то остаются на том же уровне, потому что у них практики нет. И я с лагеря приезжаю, говорю, а, ну, хотите? Ну, давай. И мы, значит, раз, там что-то читка, ну, заруба. Значит, мне говорят там, ты че, молодой? Я говорю, а, ты разговариваешь? Ну, иди сюда. Тых, тых, тых. И дальше, уже тогда мы почему-то перестроились, потому что, видимо, 200 жоп каждый день было многовато для молодой попки. Вот. И мы били по две, по три. И я там говорю, а, ты разговариваешь много? Ну, давай. Напихал ему, он стоит на жопу. Я говорю, ну, давай. Я, значит, как сейчас помню, разбегаюсь. А у нас мы играли кожаным, а били резиновым. И им было вообще резиновое. Я тебе скажу так, я пробил три жопы, и человек плакал. То есть я прям, я вот это, это мое детское... Отдушина была. Отдушина была. Я пробил, то есть на треть он сложился, лег просто, и все. Я вот помню вот этот прогресс. Я до сих пор считаю, что для того, чтобы научиться в любую играть игру, тебе надо просто в нее играть. А если ты играешь с сильными соперниками, ты прогрессируешь просто там... В разы быстрее, да? Да, в разы. Давай, я тебя перебил, там продолжай свой интересный рассказ. А ты, Антон, сейчас, извини, а ты во сколько вообще в баскет? Ну, первый? В ноль. В ноль. Я родился, и... Слушай, ну, на самом деле ситуация простая. То есть у меня папа, он мастер спорта по плаванию, мастер спорта по гребле и мастер спорта по баскетболу. В баскетбол он полюбил очень поздно и не смог, ну, реализоваться в баскете. Ну, не получилось просто. И мое детство проходило на баскетбольной площадке. То есть там батя играл, всегда брал меня с собой, и, соответственно, сейчас мы это называем воркаут. А тогда было счастье, когда люди играют пять на пять, да? Ну, допустим, они приходят, играют пять на пять. Перерыв, и ты вот эти вот долгожданные... Броски делаешь, быстро. Да, долгожданные пять-семь минут ты бросаешь, и радостные там... Ну, там, они бегут в атаку на одно кольцо, ты в другое бросаешь. Ты там быстрее бросаешь, да. Ну, то есть, получилось так, что папа играл, и меня всегда таскал с собой играть. Ну, Тим, ты знаешь, что в Питере есть баскетбольная площадка «Курорт». Это на Финском заливе баскетбольная площадка, где люди летом, каждую субботу и воскресенье приезжают, играют пять на пять. Вот, папа меня брал с собой туда, и я, соответственно, там начал постепенно с ребятами своего возраста. То есть, старшаки отыграли там с десяти утра до двух дня, жара настала, они идут там уха, выпить, шашлычок, финский залив. А у нас батл, два на два, понял, сражение. И вот, и получается, где-то, наверное, может быть, там лет в семь папа отвел меня в баскетбольную секцию. Ну, точнее, у меня не было выбора. Мне сказали, ты идешь в баскетбольную секцию, и как бы, а, ну, окей. И я пошел, то есть, мне не давали там возможность, там, не хочешь ли ты попробовать себя в футболе? Ну, такого не было, ты раньше не пробовали в гребле. Да, такого не было. То есть, тебя привели и сказали, так, вот, на, все, ты тут. А чего, кого? И я пришел в одну секцию, как сейчас помню, ну, всегда детство у нас проходило тренировки, они одноплановые, это эстафеты. То есть, твоей задачей, там, ведение тренируешь, какие-то броски, и все время соревновательный процесс, чтобы ты бегал. Я вроде как, ну, папа меня поднатаскал чуть-чуть, и на фоне ребят, которые занимаются, я выглядел хорошо. Ну, то есть, я выглядел, действительно, просто потому, что у меня был навык немножко индивидуальной работы на то время, никто этим не занимался, а папа со мной чуть-чуть занимался. Ну, и все, я начал бегать, начал играть, там, мне говорит тренер, ну, типа, давай к нам. Все, я, как бы, погнал. Получается, сколько с момента старта, скажем, баскетбольной твоей карьеры до первого чемпионата Европы у тебя сколько времени прошло? Ну, то есть, если я начал заниматься, 7-8 лет мне было, а мой первый чемпионат Европы, ну, наверное, так же до 16. Ну, у меня получается сколько, 10 лет? Ну, окей, 8 лет. У Егора 3, конечно. Нет, у Егора, я этого не понимаю, ну, то есть, я реально не понимаю, как можно так спрогрессировать, ну, то есть, ты понимаешь, что это, ну, талант и склад характера, что за 3 года от ребенка, который, условно говоря, ну, это даже, я не знаю, как, просто пришел заниматься и поехал на чемпионат Европы, и, ну, как бы, я не понимаю, как это произошло. Ну, хорошо, а ты, а как ты пошел, да, в эту секцию, через сколько, скажем, ты попал, не знаю, в поле зрения, получается, да? Ну, то есть, как тебя Борис Георгиевич, у вас же Борис Георгиевич был Ливанов тренинг, как он тебя заметил? Ну, так скажем, в какую секцию, начнем с того, что я в Воронежске, сам из Воронежа, родился в Воронеже, продолжив опять тему разговора, я еще к ней не дошел, прошел еще месяц, я просил маму, чтобы она меня в секцию какую-нибудь отвела, баскетбольную, то есть, я, как бы, меня никто не заставлял, как вот, грубо говоря, у Антона, не было выбора, да, его папа сказал, ты будешь заниматься, будешь делать все, а у меня не было такого, у меня никто не заставлял, у меня была на первом месте учеба всегда. Мама мне всегда говорила, что учеба должна быть основой, а потом уже все остальное прилагаешь, если в учебе все топ, норм, то, значит, ты там будешь заниматься, чем ты там еще хочешь, помимо того, что, насколько у тебя останется время. Время, ну да. Вот, я ей говорю, отведи меня там в секцию, естественно, в Воронеже секций невеликое множество, есть две спортивные школы, да, 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 есть две спортивные школы, а в одной из них, которая, спортивная школа базировалась на базе института физкультуры, она была напротив моей школы, то есть, через дорогу, института физкультуры была от моей школы, прямо через дорогу, естественно, туда, куда же, рядом со школой и все остальное, мы в воскресенье, как я помню, нам сказали, ну, приходите, мы позвонили, записались, нам сказали, приходите, там, к 11 утра, в воскресенье, в воскресенье физкультуры, ну, пришли. Я захожу, там большой зал, разделенный полотном, баскетбольный зал, полотно и гимнастический зал, там, батуты и все остальное, турники, гимнастический этот ковер, и народу, я вспоминаю, ну, блин, вообще, человек 50 в этом зале, все разные его возраста, бегают, что-то вообще не вижу, там, знаете, как будто муравьи. Нам, куда идти, что делать, но в итоге мы заходим, ищем, там, тренера с мамой и все остальное. В итоге тренер выходит, мой первый тренер, Игорь Владимирович Медведиров, выходит к маме навстречу, и они, я что-то смотрю, какая-то пауза у мамы. Она в свое время занималась баскетбол, играла за сборную города до 18 лет, пока не вышла замуж. Не получила травму, не вышла замуж, она серьезную травму получила, она сломала кисть, там, как-то, ну, очень сильно при получении мяча, сломала кисть. В итоге в то время общалась уже с папой, с моим будущим, ну, и ушла, закончила. А играла неплохо, в принципе. Получилось так, что она встречает этого Игоря Владимировича, первого тренера моего, и говорит, о, Игорь, а они, она жила в юго-западном районе, откуда она вообще, родители. Они сходили в одну школу, только этот Игорь Владимирович на год старше ее был, или на два, то есть из параллели, понимаешь? И они встречаются с ним и говорят, о, Игорь, там, вот так и так, говорит, я сына привела, говорит, ну, не виделись там, я не знаю, лет 20, вот, а то и больше. Говорит, вот сына привела, он говорит, какой год? Он говорит, 85-й год. Он говорит, да я как раз 85-й тренирую, но, говорит, он маленький, а я там ростом, я не знаю, ну, сколько, метр 70, может, меньше, метр 64, там какой-то. Он говорит, такой маленький, худой, он ей говорит, да у меня вон их бегает, таких, как твой, ну, навалом. Говорит, нет смысла брать, если бы ты высокого, большого привела, как раньше обычно, туда бы, конечно. Она ему говорит, ну, слушай, ты попробуй. Посмотри, как он. Нет, да, не будет, не будет. А вы в какую смену, он говорит, учитесь? А я говорю, я учусь в первую смену. А он говорит, а мои все во вторую смену учатся. Понятно. И мы занимаемся по утрам тренировки в 7.30, там, 7.40 утра. Они занимались и пошли учиться. И они там еще до школы, есть время, там, какие-то уроки, все остальное. А я в первую смену учился. Говорит, но он только может ходить своему возрасту по воскресеньям, по субботу-воскресеньям. Вот сюда мы все физкультуры. Но, говорит, есть вариант. Он может с 83-м года, у меня 83-й год, говорит, в первую смену все учатся. Вот в 9-й школе, там у нас, ну, как раньше, не было же залов, как сейчас все модно, красиво. А раньше тренера ходили, искали где-то зал какой-то, хоть какой-то, хотя бы, чтобы потренироваться. Да. И в итоге там в 9-й школе в какой-то сказали, сказал он, там, приходи в 4 вечера, понедельник, среда, пятница, к примеру. Я не помню уже. Будешь тренироваться с 83-м годом. А я вообще, ну, в баскете просто вот двумя руками кидаю, в плане в 33 играть умею. Бегать там, что-то там водить, может, там одной рукой, окей. Ну, какие-то навыки базовые вообще, это кривые. Я говорю, а он мне, говорит, будешь ходить? Я говорю, да, буду ходить, конечно. Вариантов не особо много. Мать, какие-то мне кеды покупают, там, беговые. Говорит, поначалу тебе просто обычные кеды. Пойдут. Каких, говорит, на улице бегаешь, потому что я бегал, мне покупали новые кеды для гуляния, только тогда, когда у меня, короче, на носке дырка была. В подошве протиралась до упора. Я еще подкладывал там пару каких-то картонок, а потом уже, когда я уже картонок не был, короче, выкидывали. Вот такие же мне купили обычные, говорит, в них пойдешь. Я прихожу первый раз, понимая, что в то время, в детском возрасте, два года разницы. Мне 12, а ребятам уже 14 было. Да, это пропасть. Там пропасть, ребята большие, высокие, там уже кто-то и сверху забивает, кто-то там уже бегает. Такие, ну, серьезные, понимание вообще серьезное. Опять же, кто-то просто раньше созрел. Да, 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 да. Ну, просто здоровые ребята бросают в прыжке уже, там, такие, знаешь, естественно, пятерки мяча там и не было. Ну, понятно. Потому что сын сейчас мой 12 лет, я проецирую. 12 лет он пятеркой занимается, а мне вот какой дали, там, грубо говоря, мяч, таким ты и кидаешь. Да, да. В итоге я с ними начал бегать. Каждую неделю я с ними бегал, пытался, исполнял, там, да, естественно, я проигрывал, там, везде я вспоминаю, там, физически я имею в виду, там, ВКонтакте. Но скорость у меня была, то есть я, там, бегал быстрее, там, мы их, там, на уровне их, там, знаете, начал мне ставить бросок, там, вот, тренеру. То, что вот он ставил, это бросок, вообще технику броска идеальна. Он мне поставил бросок, я начал понимать, как вообще это дело бросать. Бросал, бросал, в итоге научился каким-то навыкам, какие-то крюки, полукрюки, там, эта техника базовая какая-то была. И по воскресеньям я приходил к своему возрасту и тренировался. А получалось так, что там прям по времени было распределено, один зал большой, центральный считался, и по времени было по возрастам распределено, сколько там возрастов тренируются. В итоге мы приходили, там, к восьми утра и уходили оттуда пять вечера, потому что мы оставались со всеми, там, этими возрастами, бегали, смотрели, пили, выходили, покупали в ларьке опять этот лимонад с булочкой, ну, как обычно, все это. И опять возвращались назад. Скидывались, причем там не хватало, потому что одного не хватало, все время, вот, набрали. Да, 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 ну, как бы... Два лимонада на всех и два батона. В итоге, в итоге проходит несколько месяцев, и я понимаю, что, как бы, в принципе, я уже там и ни хрена не говно, в плане на уровне своих сверстников. Слушай, но, то есть, сколько еще раз тебе времени потребовалось, чтобы, вот, допустим, именно ты почувствовал, что ты прогрессируешь на фоне своего возраста? Я тебе так могу сказать, примерно, точно не скажу, с 12 лет, допустим, я вот с 11 на 12 я начал заниматься, а уже к концу 12 лет мы играли уже там чемпионат области, всякое вот это вот, много-много таких вот игр, я вот вспоминаю, нам их не хватало, но мне казалось, что их много, ну, на то время. И мы поехали на чемпионат России, на зональные соревнования, первый раз по 85-му году, это был ближе к 13 годам, уже 13 мне, наверное, было, и мы поехали, вот год прям прошел, мы поехали на зональные соревнования в Волгоград, нас набралось народу, 9 человек, у меня есть фотографии, кто поехал, потому что, естественно, никто не спонсировал, ничего не делал, родители сами собирались, там на деньги, на билеты, на гостиницу, как обычно, все на форму, там, Мариспорт у нас двухсторонняя была, белосиняя, которую мы сдавали, там, и которая еще 5 возрастов потом тренировалась в ней, но суть не в этом, суть в том, что мы поехали все-таки туда, и там были серьезные команды, и я понял, тогда я уже был лучше своих, в своем возрасте, Воронежа, я был лучший, я так считал, потому что это действительно было так, и я там играл много, по 40 минут, по 30, там, ну, всю игру я играл, забивал, и все остальное, но потом я ощутил, что, когда мы приехали на зональные соревнования, я понял, что там еще, ну, мне еще и растерка. Какими вы закончили? Мы в жопе закончили, у нас 9 человек было, один большой метр 8. Подожди, скажи мне, на зональных соревнованиях, значит, кто играл там, какие города были? Там Казань, Волгоград, как обычно, там, Самара и все остальные. По классике жанров переписанных было, хватало переписанных? Да, там, конечно же, уровень. Я просто помню свои зональные соревнования, когда мы ездили, и когда каждый регион представлял ребят, и в каждой команде было 2-3 переписанных человека, которые доминировали настолько грязно. Которые очень выделялись. Да, просто открываешь статистику, и там первые 10 просто они убивали. Да, 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 так и было. 28 плюс было у всех. Мы проиграли, конечно, всем, но суть не в этом была. Суть в том, что, опять же, говорю о прогрессе, так как вот мы заговорили, заканчивая этот год в 13 лет, я понимал, что я с 85-м годом, мы там по воскресеньям играли, оставались, опять же говорю, оттренировались тренировку, и оставались играть уже старшие ребята. Чуть постарше, еще старше. Мы играли все друг против друга, 3 на 3, навлет, постоянно вот эти игры. Это вот, слушай, это самая важная тема. Вот эти вот движения, потому что я тоже вспоминаю, что самый основной прогресс шел, когда мы играли. Причем играли со старшими, перемешку там, на все что угодно. И, блин, ты приходил в зал и думал там, да, мы могли по 5-6 часов в этом зале тусоваться. Да, 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 так и было. Время летело, и тебе ничего не надо было там. Ты не думал, на чем ты просто любил игру и хотел играть. 100%. Так и было. И вот продолжая, опять же, этот рассказ о том, что постоянно со старшими, постоянно играли вот эти 3 на 3, все остальное. И тренер Яна Олюмила Петровна 84-й год тренировала. То есть я 85-го, она 84-й год, у нее как-то поперспективнее все выглядело, в плане того, что она относилась к делу более профессионально, как бы, да, с, как скажем, с перспективой взгляда вперед. У нее были большие цели, и много ребят было 84-го года, которые, как бы, реально структура, команда была. И я хотел там быть. То есть она меня взяла тренироваться, мы проводили сборы, там, как обычно, ездили на турбазы, там, под Воронежем, реально, там, 3 тренировки в день, начали бегать, там, кроссы. Я ощутил то, как бы, как, когда я начал прям вот топ-топ-топ прям уходить, прям, знаешь, как будто каждый месяц я лучше-лучше-лучше становился. То есть я базу какую-то получил от первого тренера, Медведева и Владимировича, да, а потом ушел. Понятно. В 84-му году постарше, посильнее ребята по обучению гораздо. Ну, ясно. Ну, и система опять же была. Система была, у нас были круговые тренировки, там, постановка броска, там, уходы. То есть, как бы, я много информации получал, мы много тренировались, были уже начался тренажерный зал, как бы, вот это вот все такое, на выносливость, дисциплина. И я с 13-ти лет до 14-ти я уже ездил по году старше играть. Я, знаешь, что, Тим, мы с тобой о чем забыли? Получается, Европа-то сыграла по 84-му году, правильно? До 16-ти это Европа была по 84-му или по 85-му году? Рига? Да. 85-й год. 85-й, да, вы взяли. Потом поехал с 84-м уже. Он еще ездил, я потому что помню, что он ездил год старше, понимаешь? То есть он ездил еще и на год старше, ты прикинь? То есть какой реально скачок был за... Да, это вот, ну, внутри тебя правило, точнее, не правило, двигало чувство соревнования, то, что ты вот, да, там оставался, очень сильно прогрессировал, тренировался. Это азарт, чувство соревновательного духа, ну, как-то внутри тебя больше заставляло столько времени проводить в зале. Или когда ты видел там свой прогресс, и тебе хотелось, типа, еще, 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 еще. Ну, я тебе так отвечу. Я бредил баскетболом, потому что я реально влюбился в эту игру. И я пересматривал, у нас было там несколько кассет в городе на то время NBA-шных. На что мы равнялись? И все друг другу передавали, они были так подписаны, криво, там, NBA-матч там такой-то, такой-то, нарезки такие-то, такие-то. И мы все друг другу в баскетбольном мире от старших ребят, у кого из Америки, там, кому-то там через пятое колено досталось. Обалдеть. ВЧС эти кассеты, мы передавали друг другу по очереди смотреть. Матчи все знали наизусть. И я просто, да, дырок смотрел эти матчи, нарезки, там, Майкл Джордана, Шон Кэмпа, там, и всех остальных. Подожди, Егорыч, скажи мне, игрок, на которого ты хотел быть похожим? Я, у меня было два игрока, на которых я был хотел быть похожим, естественно, как и все, наверное, любое на то время, это Майкл Джордан, понятно. Но мне нравился Деннис Родман. Хорошо. Почему? Потому что я видел, как он, как бы, понятно, что он экстравагантный, там, да, и по-своему одевался и как-то выделялся. Но мне нравилась именно игра его в плане того, что как он играл жестко, да, там, как он подбирал, как он защищался. Вот мне уже на то время нравилось, опять же, назад возвращаясь, после хоккея, проведенных 6 лет хоккея, уйдя в свободное плавание и потом через год, там, с копейками придя в баскетбол, я, опять же, тренировался с ребятами на 2 года старше. Я не уступал им в физическое, имею в виду, подготовку. Не имеется в виду, сколько ты пожмешь или что-то в этом роде. Именно в беговых, в выносливости упражнениях, потому что после хоккея я пришел вообще, моих ребят, я был сильнее физически. Не имея в виду тело в плане большого и все остальное, а именно в выносливости подготовки тела, чтобы ты понимаешь, о чем речь. Ты заложил базу, получается. Антон, а в Егоре есть что-то от Дениса Родмана? Конечно, да. В смысле? Я вот тоже вот сейчас сижу, он сказал, и я такой, да, и я понимаю, что действительно вот какая-то вот эта жесткость, плотность, страсть, вот это прям. Плотность присутствует, да-да-да-да, это хорошее, я не знал эту историю про Дениса. Когда ты такой немножко смотришь и думаешь, да ну как-то давай я, наверное, через другой фланг побегу. Ну вот и мне именно нравилось то, что он как бы в контакте всегда там бился, и мне, опять же, я это все проецировал внутренне себя, меня хоккей как бы не отпускал. Я постоянно смотрел хоккейные матчи, сборная России, там раньше по телевизору уже все показывали, все садились, сборная играет. Перед телевизором, обалдеть, да. Серьезно там все, там этот телек потом, когда уже купили хороший телевизор, там Самсунг, я помню, первый, е-мое, с пультом, там знаешь, много каналов там и все остальное. Был же там Вэллс или там Рекорд, ты там подмотал себе, вынул его, трык-трык-трык, шесть каналов, больше вариантов нет. И ты как пульт, Игорь, иди переключи, пошел. Да, отец тебя вот так лежит, говорит, на третий переключи, сейчас новости начинаются. Да, дружи третий сделаем. Да, 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 и все, и все. То есть вот такие вот дела. Ну и, конечно же, Александр Яковлевич Гомельский, NBA, программа, все ее смотрели, и, конечно же, мы все смотрели с открытым ртом. Ждали это воскресенье, воскресенье, да, утреннее, по-моему. Да, да, по воскресеньям с утра и после укиных историй, как тот же Макдака. Да, утиные истории тоже смотрели. Черный плач, конечно, это же было сто процентов, я садился всегда в просмотр. У меня началось по 7 ТВ, по-моему, в 5, в 5.40. Да, но до этого было по РТР. А до этого было по РТР. Да, по РТР он, причем показывали не весь матч, а две четверти. Да, да. Был краткий, краткий обзор, хайлайт был краткий, как сейчас скажем, да. Да, и, может быть, одну-две четверти показывали полный, и он комментировал, причем комментировал топ. Да, да, да. Он комментировал, он реально круто, и это было так интересно. Ты сидел и ждал, ждал этих, кто же будет, что же за матч. Поэтому это все, конечно, интересно было. И, опять же, возвращаясь к тому, что вот эти вот кассеты передавать, больше не было информации никакой. То есть, как бы старшие товарищи какую-то информацию давали, потому что они, может быть, побывали больше где-то, да, имеют какой-то опыт. Ты из этих кассет, и все. И ты крутишься вот в этой сфере всей, и основное соревнование того вообще, как сказать, апогея вот этого, этих тренировок всех, это были первые областные соревнования по области. Второе, это чемпионат России, зональные соревнования, и если ты пройдешь раньше там зональные соревнования, то ты выйдешь в финал. Это уже оказалось успехом, да, что ты в финале будешь представлять регион, все остальное. Вот это было, как бы, грубо говоря, пиком тренировочного процесса. Это цель была и задача. Да, да, да. И в итоге так больше шансов у нас было вот с этим 84-м годом нам пробиться, грубо говоря. В финальную стадию. Потому что 85-й был как таковой, у нас слабый год, и, ну, что есть, то есть, грубо говоря. Поэтому я тренировался с 84-м годом, и мы все-таки ездили, выезжали на соревнования, играли на зональные соревнования. Мы ездили, играли, и мы проходили в финал. И, опять же, перескакивая, да, то время вот этой подготовки от Яны Людмиле Петровны, ей низкий поклон. То, что реально человек жил в баскетболе, живет. Она изыскивала все варианты, все возможности для того, чтобы, ну, мы спрогрессировали. И мы там, да, какая-то схема у нас была. Реально, чтобы мы играли на своих позициях, там, отрабатывали технику, там, плюс это физическая подготовка. Она уж с нами все время это проводила. Плюс того, что я жил в центре города, ну, типа, модный центре города. Хотя, а ребята все жили в северном районе. А в северный район нужно было ехать там, ну, 10 остановок, примерно, на окраину города. И Людмила Петровна тоже там жила, и ребята все там учились в спортивной школе. Она старалась их всех, такая была, такой был спортивный класс, чтобы все в одном классе учились, чтобы была возможность наладить коммуникацию с учителями, чтобы иметь возможность тренироваться, там, да, подстраивать время. А я был в отдельной школе, в физико-математическом классе, в очень сильной школе. На то время она была самой сильной в городе, и у меня там вопрос не стоял в коммуникации и все остальное. Мама говорила, здесь школа, а потом твои вот эти вот дела. Меня это вообще не волнует там, что ты где-то там, с ней сколько раз пытались разговаривать. Она говорила, нет-нет-нет, ребята, школа, а потом он будет заниматься. Ну, и у меня такая же. И я делал максимально все для того, чтобы не пропустить тренировки. И дальше продолжаем к тому, что, Людмила Петровна, я говорю про прогрессию опять. Я ездил туда каждый день на маршрутке, туда тренировался, ездил с ребятами, там они жили, там были уличные площадки, сами делали. Вопрос такой, подожди, ты ездил один? Да, да, на маршрутке я садился, ездил, естественно, но вариантов других не было. Я уезжал туда, примерно, летнее время, я уезжал туда с утра, и там оставался до девяти, до десяти вечера. Мы там валили на этих площадках, три на три, два на два. Одержимость. Да, просто вот, но реально, я проводил время днями там, возвращался назад, спал опять, ел, делал домашние дела, и снова туда уезжал. Каждый день были тренировки? А? Каждый день? Мы там бились постоянно, потом приезжали старшие еще ребята, как-то в этом северном районе аккумулировалось большое количество ребят, те, которые тренировались, увлекались баскетом, и там было достаточно много площадок на то время, хотя их было очень мало. Но мне казалось, что там лучшие площадки, потому что в центре города вообще ничего не было. Вот так вот, скажем. И после этого мы поехали все-таки на эти зональные соревнования, я не скажу, что я там блистал, в плане того, что там был лидером, там, или, я не знаю, на мне все устроилось. Нет, там у нас было много ребят, которые хорошо играли, потому что они были старше, они там, ну, какие-то высокие ребята хорошие были. Опять же, какие-то раньше научились играть просто. Я был худой, такой, как и сейчас, но только еще худее, естественно, быстрый, да, там, шустрый, но ничего более на тот момент, потому что все-таки я был с ребятами постарше, и они, ну, покрепче были, как кто-то крепче, кто-то хуже был, те откалывались, как бы, сами по себе, а те, кто оставались, старались, как бы, они и были. Ну, я в то время тренировался с ними, играл, вот, мы поехали на соревнования, прошли, ну, в этап на финал России, он был приурочен, финал России проходил в Москве, и был приурочен к первой спартакиаде, вот, этих детей, спартакиаду проводили в Тринте, в спортшколе. Мы там, ну, в предвкушении, все в радости, да, едем, приезжаем в Москву, там, нас селят там где-то рядом, неподалеку, я не помню, там, на трамвае надо было добираться где-то, я не помню точно конкретно, где наше время тренировочное, два зала разделяются стеной, как помнишь, это сейчас третий зал сделали, большой, а раньше было всего два зала, и они разделяются стенки, и в этих стенках, ну, проходы есть, ты смотришь, там, две команды разные тренируют, но мы заходим, И перед нами тренируется сборная Москвы. Я захожу, просто, вот я вспоминаю. Ты уже допрыгивал до кольца. Я до кольца допрыгивал ногтями, там, еле-еле, мне вот, вот-вот, 14, грубо говоря, лет примерно исполнится, то есть, я там, если разбежаться, я там старался все на школе этим маленьким мячиком, там, что-то ковырнуть, там, пониже кольцо, там, продавить, но в итоге, по факту, кольца я увидел, у нас был Белгород рядом, регион, там, в Белгороде, в Старом Москве были классные залы, то есть, еще кольца оттягивались, мы там кайфовали, мы приходили, просто, ну, Ну, понятно, в другой уровень. Оттягиваются кольца, у нас, там, деревянные, порт стекло, и жесткое такое, ну, грубо говоря, кольцо, там, Без амортизаторов. Да, 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 жесть была, и ты там допрыгивал, там, ну, рядышком где-то, и мы приезжаем, там, кольца, шелт, грубо говоря, да, нам все оттягиваются, мячи дают, там, зал, я такой, а, думаю, ни хрена, крутяк, и заходим просто в сборную Москвы, там, Леха Кузнецов, который сейчас будет играть, вот какой он сейчас, такой он и тогда был, мне 13-14 лет, получается, им 14 лет, там, Вадик Панин, Романов Серега, кто у них там еще играл, Саша Кузнецов, у них, ну, просто была команда машины, да, там, ну, я смотрю, там, просто перевод, перевод, средний, такие, прыжки сверху на так, сяк там, я говорю, чуть за зверикой, я говорю, куда, я умею, я говорю, так, ну, погоди, я вообще, короче, ничего не понимаю, в плане, у меня слезы, понял, я, подожди, вы, у вас игры с ними, ну, у меня, да, накатывало, у вас игры с ними, у нас и с ними тоже было, как бы, грубо говоря, там, какие-то группы делали, потом, ну, понятно, я смотрю, мне интересно, вы играли с ними, да, вот, с ними именно конкретно нет, мы играли, там, с Мусобластью, там, еще с кем-то, и я думаю, блин, подожди, а как, то есть я, говорю, что-то я, ты же доверуйся, все делаю, ну, у нас там забивают ребята, три человека, высокие, грубо говоря, сверху, там, с двух ног, с одной ноги, там, еще Андрюха Евдокимов забивал, там, я думаю, проходил, думаю, оказалось, все, остальные, вообще, чтобы сверху забивать, я на этих смотрю, там, просто на прыжки все, я только начал высоко бросать, ну, то есть, как бы, там, такая, да, с трешки нормально, а там просто в прыжке, не то, что уход, и в прыжке, там, я думаю, так, что-то я вообще, я говорю, это вообще какие-то звери, говорю, как, это наш ровесник, я говорю, в плане... Я точно туда попал. Да, 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 я потом смотрю, команда Сверловской области, Варламов, Петя Кутищев, Пенкин, Андрюха, блин, там, все на скилзах, блин, Рома Кшнякин, там, вот, с такими плечами, все, Варламов с такой головой, огромный, с бородами, все. Да, да. Я вообще, ну, подожди, я-то вообще ничего не понимаю. Короче, меня это убивало сразу, первый день, я просто, я говорю, к вам приехали, я говорю, у нас вообще шансы нет, мы просто сейчас нас изуродуют, то есть, внутренне, я уже понимал, что сейчас нас будут казнить, вообще, во все дырки, все. В итоге получилось так, что мы потренировались, начали играть, естественно, мы там заняли какое-то одно из последних мест, там, я не знаю, по-моему, то ли 15 команд, то ли 16 было, мы там тихо-тихо заняли там 13-е, что ли, 14-е место, но уже, блядь, ничего. Получалось так, что я еще смотрел Мособласть, команду, в команде Мособласть играл такой Женя Белоусов, если к вопросу о том, что кошеные, не кошеные как раз. Женя Белоусов был вообще, как Майкл Джордан там. Да, я его помню, он казался, реально, ты на него смотрел, и ты думал, что ты играешь против Майкла Джордана. У него был бросок вот такой, то есть, он выпрыгивал, он был мощный, сильный, метр 85, с высоким броском, с хорошим скиллзом, с уходом там, я не знаю, просто он забивал всем там по 30. Переписанный был? Он 81-го года был. Ну, так вот, чтобы ты понимал разницу. Представляешь, в том возрасте тебе 13-14 лет, а парень играет против тебя там 17-18 лет. Ну, вот сейчас выйди там, да, 13-летний, 17-летний, 18-ти играть. Ты сразу поймешь, даже без навыка люди, будет понятно, кто там мощнее, сильнее. И я посмотрел, еще команда Казань была, в которой был Вова Щевель, Женя Чернявский. Женя Чернявский на то время просто, там у них комбинация была, где он забегал, ему задний заслон ставили, он забегал, ему навешивали Алиупа, и он туда запихивал, понимаешь? В 14-й. Да, да. И они, у них такая комбинация, он тоже мощный был, вот как сейчас, он такой был в то время. Да. И он просто, ему раз, я смотрю на вес, он туда, на. Я говорю, погоди, это что вообще? Ну, то есть, как бы, меня вообще еще больше это убивало, я понимал, что я нафиг не на уровне вообще, то есть, нам надо что-то делать. Вообще, то есть, как бы, куда-то идти, там, а я не знаю куда, то есть, вариантов вообще никаких, это угнетало немножко. Но у меня не было никогда мысли, там, закончили что-то, у меня просто угнетало, я думал, блин, что за барщина, типа, надо еще больше, там, тренироваться, что-то делать. В итоге мы, там, какашку заняли, приехали, но все-таки все рады, там, и все остальное. В итоге продолжается наша жизнь, опять, обыденная, мы тренируемся, тренируемся. И в какой-то период времени, я вот даже не могу точно понять, мне тренер говорит, Людмила Петровна, там, еще, там, вся вот эта баскетбольная общественность, маленькая Воронежа, говорят, из ЦСКА к нам кто-то там должен приехать, посмотреть, типа, молодых ребят. А там, блин, Воронеж, никто никогда не приезжал, в принципе, и не ездил, чтобы уже кто-то посмотреть, хороших ребят, то есть, как бы, я думаю, нихрена. Ну, это типа Владимир Петровна приехал, да, да, ну, да, все поржали, говорят, да нет, олимпийский чемпион уже потом доходит, это сейчас все быстро доходит, а там доходит через пятое колено, через кого-то, то, что приезжает, Алжан Мусурбекович, Жар Мухамедов, олимпийский чемпион, 1972 года, игрок ЦСКА, заслуженный тренер там и игрок. А зачем он приезжает, говорит, приезжает, провести тренировки, посмотреть игроков, такой вообще, ну, как бы, впервые вообще было, я думаю, нихрена носить. В Воронеж. В Воронеж, блядь, едет, вообще капец. Ну, все там окей, радостные, там, с регионов Воронежской области парни, тоже все приехали, там, кто там, всем прозвонили, родителям, типа, ну, будет у вас шанс там. Ну, конечно, шанс попасть в этот, да? Ну, типа, да, посмотреть-то надо, но а кто знает, как там, чем черт не шутит. В итоге все, приезжает Алжан Сюрбекович, действительно, не гон, ну, он реально приехал, ну, потому что никто не верил. Что он может приехать. Реально, что он приедет. Ну, окей, приехал, там, все, мы все собрались, он начал провести тренировки, несколько тренеров, провел два дня в Воронеже, потренировал нас, там, какие-то упражнения давал, там, смотрел игры 5 на 5, там, какие-то принятия решений, я уже не помню, но уже достаточно много времени прошло. То есть, тренировку он вел? Он вел тренировки. Или это была чисто игровая, или? Нет, были и игровые тренировки, и он вел тренировки. А, то есть, это не один день было? Это два дня было. А, обалдеть. То есть, он приехал еще не на один день в Воронеже? Да, он два дня провел, посмотрев всех, то есть, у нас было там порядка, там, я не знаю, ну, скажем там. Ну, это круто, слушай, получается, он выполнил, да, вообще, свою? Да, да, он реально с конкретной целью ехал именно. Да, то есть, это было вообще, ну, нонсенс для Воронежа. И два дня проведя, потренируя нас, он потом, конечно же, резюмирует. У вас сколько человек было? У вас, не знаю, человек, ну, 25-30 человек. А, ну, немного, я думал, больше. Нет, нет, ну, блин, ё-моё, ну, это Воронеж, ну, грубо говоря. А был, подожди, возраст какой был? Он смотрел, он смотрел 85-84. А, все, то есть, я просто думал, что он может быть еще... Нет, 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 это было так коротко, 85-84. Он смотрел и, блин, ну, резюмируя то, что, видно, он там закончил этот процесс, все так потренировались вроде бы как, и, ну, и все на этом закончилось. А потом, после этого, видно, тренер наш, пообщавшись с ним, говорит, там, вот, на сборы выбрали вот таких-то, там, 3-4 человека, я помню. Я, там, Сережа Колоколов, там, Антон Самодруб. А, вот, всего 3 человека. Два парня высоких и я, маленький. Больше никого не выбрали. На просмотр, пригласили на просмотр в ЦСКА молодежный, там, какой-то проект, там, с дюшер, может быть, там, с перспективой. Ну, это уже вторично, грубо говоря, пригласили. Так. Мне 14 лет, я закончил 9 класс, получил аттестат, о 9 классе, об окончании, там, среднего неполного образования. Лето. Надо ехать. Ну, в Москву, на просмотр. Да, да. Определили срок, там, какой-то, там, конец мая, после последнего звонка, там, и все остальное. Мне, тренерше, мы едем к маме, естественно, встречаемся. Тренер ей, там, говорит, там, надо ехать, там, шансы, и все остальное. Мама начинает говорить, слушай, какой там шанс, в плане того, что, ну, 9 класс только закончил, аттестат, в плане еще 2 года, мы нам надо, я в серьезной школе учился, именно класс мой был физико-математический, я в физико-математическом классе учился. У меня были репетиторы по математике, по физике, по английскому. У меня было время, вообще не было, вот я говорю, после вот того периода времени, как я ранее рассказывал, курение и все остальное, эти 3-4 месяца, мама, походу, поняла, что надо, надо вот так вот. Вот, и поехал я, просто, у меня времени вообще не было. Ну, понятно. У меня было все занято время учебой или тренировками. И получалось так, что я, была нагрузка большая в школе, именно реально большая в школе, мама говорит, какие поездки, дружище. 10-й класс. 11-й класс, потом у нас школа при Воронежском государственном университете была, и в то время ты заканчивал школу, и это был проходной билет, сразу выступление в ВУЗ. У меня был там, естественно, эконом или юридический, там вариантов не было никаких на то время, раньше. И я знал, что я поступлю, потому что, ну, на то время, во-первых, город маленький, миллионник, да, но мама там не последнюю роль в городе играла, так уж скажем, уже своими словами. Она знала и хорошо директора, и в ИГУ, я знал, что я поступлю, ну, безоговорочно 100%, да, 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 что я позакончу это все. У мамы там, мама работала на заводе Дзержинского, директором большого количества людей, 30 лет у нее там был свой ресторан, на то время, конец 90-х, это считалось вообще, ну, очень неплохо, так скажем, для Воронежа. Ну, понятно. И она все своими силами добивалась, там проходила несколько этапов и все-таки дошла до того, что она там построила свой ресторан. Я понимал, что у нее есть возможности на то время, я поступлю в этот ВУЗ, и я буду потом с матерью в плане того, что что-то развивать, какой-то свой бизнес, что-то делать. То есть я в проекцию посмотрел 10 лет вперед, и я ей говорил, плакал и говорил, ты понимаешь, что я знаю, я ей так и говорил, мам, ты пойми, что я знаю, что со мной будет через 5 лет, через 10. Я закончу школу. А учился ты хорошо? Ну, я учился, у меня было несколько троек, вот так скажем, 4 или там троек у меня были, но был тяжелый, у меня нагрузка была очень тяжелая в плане школьной нагрузки, я сравниваю, я потом сейчас, мы перейдем дальше, мы вернемся к нагрузке именно школьной, я почему опять оставлю эту тему, мы пройдем просто чуть дальше. И я ей слезно говорю, ты понимаешь, что я понимаю, что будет дальше, я останусь, я буду учиться, я доучусь, я поступлю, это 100%, и я там займу какую-то должность, мы будем развивать там, может быть, какой-то бизнес, может быть, какое-то дело или что-то, ты мне не даешь, я люблю, дай мне шанс поехать, я ничего не теряю, типа, ну, лето, мы назад, если что, я назад вернусь и продолжу учебу там. Ну, в итоге мы ее уговариваем, и она соглашается, и мы едем с мамой вместе, естественно, мы едем туда, приезжаем в Москву, Ленинградский проспект, метро Динамо, идем пешком. А на сколько дней надо было ехать? Там около двух недель, по-моему, что-то такое было. Ну, примерно стандартно там. Две недели, именно конкретно, тебя не на два дня брали, то есть две недели со всей страны собирали, из регионов ближайшего зарубежья собирали, я не думал, но это как говорили, я приезжаю просто и понимаю, что там в районе 50 человек приехало, ну, так вот, я думаю, нихера себе, ну, в плане. Причем в порядке, да, там? Ну, там все с разных, да, 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 85-84, ты их знать не знаешь, кого-то ты, может быть, видел и знал, а основная масса это ты не знаешь, естественно, ребята москвичи, там, и все остальное. И начинаются тренировки, проводят тренировки Алжан Мусурбекович, Евгений Константинович Коваленко и, так, кто еще? Анатолий Константинович Астахов, те, которые в ЦСКА в то время были. Да, и начинаются сборы, тренировки, мы должны были, нас должны были отобрать для поездки, для дальнейшего существования вот этого молодежного проекта, мы должны были ехать в Сербию, Юбок Кэмп такой был. Да, я помню. А то время мы должны были ехать туда. То есть надо было отобрать 12 человек? Надо было там, я не знаю, 15 человек отобрать. Из этих всех людей они формировали команду на этого года. Да, 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 грубо говоря, которая поедет туда и будет потом в дальнейшем тренироваться и играть за спортивную школу ЦСКА 84-го года рождения. Я за 85-й даже не ездил, я был уже с 84-ми. Туда я приехал только по 84-му году рождения, хотя на год младше был. И которая бы формировалась, которая нам бы давали общежитие при ЦСКА, мы бы жили, тренировались, там бы и играли. Ну, короче, в итоге, пропуская все это, мы потренировались, и за две недели я попадаю в этот рост. Но ты выглядел неплохо. Я выглядел неплохо на то время, и действительно, как бы, я не могу сказать, что я был топ, вот так скажем. Там были гораздо на то время получше ребята, опять же, физически и все остальное. Но, опять же, я мог бегать круглосуточно, я мог бегать очень быстро. И, видно, и очень бросал я хорошо. Я помню, на то время я, как бы, мог бросать очень, ну, прилично мог бросать до поломанной руки. Да, кстати, вот надо про руку, чтобы ты рассказал. Да, 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 потом расскажем. Вот, и в то время, вот я отличался чем, я мог быстро бежать, я много прыгал, и завершать мог, и мог бросать. Окей, видно, я понравился каким-то образом, да, там, своим характером, неуступчивостью, настойчивостью и скоростью, как я так думаю. В итоге меня оставили. Мы поехали в этот юбок-кэмп. Ну, ты был или примерно понимаешь? На уличной площадке в горах прилетаешь в Белград и едешь 7 часов на автобусе куда-то в горы, в горы, в горы. 7 часов, реально, 7 часов, в горы, в горы мы ездили, и в разломе между гор стоит этот юбок-кэмп, хорошие гостиницы и уличные площадки такие вот, штук 10, асфальтовые. Ну, и все, обычный отель, сербские тренировки и все остальное. Мы начинаем тренироваться в коллаборации с нашими русскими тренерами сербы. Опять же, берут на себя там, да, большую часть. И тренировки такие. Утро, физподготовка, приходим техника, вечером больше игровых, подготовительных. Ну, и я понимаю, что просто мы в горах пошли кроссы бегать. Бегаем кроссы, я там бегу быстрее всех, все остальное. В следующий день, говорит, знаете вам резиновые пруты такие дают нам, резинки. Говорит, а я говорю, что это такое? Ну, типа мы еще на английском ничего не понимаем. Они на английском говорят. Они с нами там, да, стараются на ломаном английском, на сербском полу понятливом, непонятливом для нас. Говорит, ну вы будете прыгать на скакалках. Это скакалки. Чтобы ты понимал, нету на этих прутах ручек. Да, ну я понимаю. Ты сам там что-то скрутил, а узелок, чтобы ты понимал, прут вот такой. То есть узелок там тяжело было скрутить. Ну, как-то скрутили. Короче, узелки эти. И я вспоминаю, сколько мы серий делали. Это по минуте и больше прыжков с этим резиновым прутом. После первого дня этих прыганий у меня были мозоли на пальцах. Я уже пытался зажимать как угодно эти пруты, чтобы прыгать. И у меня было все в мозолях. Я думаю, капец. Ну, то есть, какие-то вещи. Куда я принял? Я понимал, да, да, да. И упор был на физподготовку. То есть, мы очень много бегали. Мы бегали эти ускорения, там, по 10 ускорения, эти 100 метров в горы. Мы 800 метров бегали по этим горам. Там 400 метров с барьерами. Там вот такие вещи все по пересеченной местности. Мы не бегали на стадионе. Мы все по пересеченной местности бегали очень много. Я-то приходил, ну, просто потом техника, сербские тренера там показывали, как ставить ноги там и все остальное. То есть, ты волей-неволей прогрессировал в плане черпания информации очень много, постоянной. Просто проводил время в баскетболе все время. То есть, у меня не было вообще задней мысли никаких. Вообще, у меня не было времени даже отвлечься на сторонние вещи какие-то. Там после тренера приходишь, понимаете, после тренера приходишь, сразу все, вот, обязательно дневной сон, всегда сон, всегда отбой ранний, потому что сил нету, там засадка идет по максимуму. А это первый раз был, когда там за границей ты был? Да, да. Ну, нет, за границей я был до этого. Один раз мы летали с мамой в Словению. Опять же, все это пропустили. Это как раз был дефолт. И в то время мы полетели как раз в Словению. У мамы были доллары. И все-таки она решила, чтобы мы поехали. Но потом уже понимая о том, что, наверное, все-таки не надо было ехать, и эти деньги бы удвоились, там, как бы, да, там, эти доллары. Но были свои какие-то семейные дела. В итоге мы с мамой поехали в Словению, в Эбиону. И там она мне купила первый раз, там, крутые кроссовки. Мы зашли в магазин специализированный баскетбольный. Я просто там прозрел, увидел, там, сколько кроссовок, форма баскетбольная, да, там, реально, чемпион была форма, там, качественная, но не фейки, не говно, там, которое на толпе можно было купить, да. В итоге я стоял опять перед выбором, какой мне купить форму. И форму я купил какую, ты думаешь? Желтую. Нет, я купил белую форму, ну, кого? Денисона Родмана, я покупаю форму. Я покупаю форму Денисона Родмана, мне покупает мама носки со знаком NBA, высокие, там, на 53 размера, больше, но это не важно. Я видел, что у них высокие у всех носки, там, они, я такие же, я покупаю толстые носки, на пульсник, да, уже потом. И я покупаю Джордан, кроссовок, валом было, разных в то время. Я покупаю кроссовки Converse с 91 номером сзади, черные Converse с этой, солнышком. Я играл в них, я играл в них, боже мой. Да, я покупаю такие кроссовки, я в них катал просто, конечно, естественно, размера на полтора больше, ну, чтобы там хватило на долгое время. Да, 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 да. Там это, притык не покупалось ничего. И я просто чеком приезжаю в Воронеж. На тренировочку, на первую. Обязательно в кипе. Понял, носки, там, кроссовки. Боже мой. На валю. Так мало того, уже мама, видно, как-то погрузилась, прониклась с моим отношением к баскетболу, так уж скажем, я там любил, там. И она, у нее какой-то опять знакомый был, через пятый колено, там, кто-то где-то в Нью-Йорк поехал. Она мне о ней говорила, ничего. Привозят мне настоящий мячик, этот спалдинг, уфф, NBA-шный. Мячик этот дарит мне, кепку Нью-Йорк Никс. Блин, мяч, понял, этот настоящий спалдинг. Потому что на то время в Воронеже там играли, я играл везде, почему еще? Потому что у меня был мяч, самый крутой, мы играли все игры этим мячом. Ну, понятно. Он у меня до сих пор сохранился. Обалдеть. Этот мячик, да, оттертый, но такой, но сохранился. Прикольно. Это круто, это очень круто. И этим мячом мы играли все соревнования. Понял, я приходил с этим мячом. Я его мыл каждый вечер тряпочкой. Обязательно, с мылом. Да, да, у меня была бомбочка. Тряпочкой я его мыл, клал. Кроссовки эти, понял, намываешь, все кладешь. Обязательно, все чистенькие. Коробочка. А ты в этих кроссовках играл на улице? Я потом в них играл. Я говорю, я в них первое время, ты что, как играл? Они просто стоят. Нет, ты играешь в них, хоп, поднял, шушил феном, все, чтобы вставил туда газеточку, чтобы они форму не теряли. Все поставил, конкретно. С утра, хоп, открываешь, берешь, опять поехал. Все, чтобы не наступили, не дай бог, не отклеилось. Егорыч, посмотрел на них, как они все. Да, да, там бегаешь, что-то тебе наступил. Там типа сейчас отклеится. Ну, там такая, знаешь, потому что на то время это на вес золота реально. Да, да, да. Кроссовки. И у пацанов там еще одного парня было, он там в Москву ездил, купил, по-моему, то ли 13-й Джордан, то ли это. Я не помню, не 13-й, вот здесь вот на нем кругляшок были, черно-красные такие, высокие. 13-й. 13-й, я не помню, какие, короче, вот у него были, топ тоже считались. И потом у нас открыли магазин Adidas, все, блин, как ринулись туда, понял? Там, говорит, Куби Брайан-то кроссовки привезли. Ну, ты понял? А привозили по одному размеру каждой пары, то есть и все, кто первый в Е-матери по стационарному. ООМ! Мам! Там мольба, короче, все исполнил. Пожалуйста! Все исполнил. Уроки! А там пришли кроссовки Adidas, Коби Брайан-то с восьмеркой, черно-красные Adidas, зебры. Ой, черно-белые зебры, если помнят кто. Да. Легкие такие, они прям черно-белые были, белые черные полоски, белые черные такие, крутые. У меня мечта была. Я говорю, она там что-то с Барского на работе. Так-так-так, сколько стоит? Столько. Ладно. Я просто фуа. Трудно. Там уже народ все узнал. Тоже. Я маршрутку, блин, бегом. Бегу, забегаю. А у меня там сорок какой-то там сорок один с половиной надо было. У меня сорок один там размер. Я не помню, а то время. И передо мной уже там, я вижу, что там мои, друзья говны, заходят, смотрят. А у них чуть больше размер. Они берут там сорок два. Я говорю, сорок один есть? Он, да. Я, да и есть. Говорю, откладывай там. Ну, то есть, была реальная битва за кроссовки, потому что, ну, больше вариантов не было. И я молил, говорю, слава богу. Я покупаю эти, понял, коби имены. Блин, они легкие такие, по сравнению, были с конверсами. Просто пушинки. Я в них летал вообще. Мне казалось, что я вообще без кроссовок нахожусь. И опять же, они у меня там все, полка опять. Я открываю, кладу, сушу, там все по классике складываю. Мама вообще ни до чего, ни до вот таких вещей, как собрать форму, там, пойти на тренировку или там себя как-то подготовить, она вообще этого не касалась. Я все делал сам. Ну, потому что мне это было надо. Если бы мне не надо, и ей не надо, как бы и вопросов нет. Иди учись. Да, иди учись, потому что я потом учился во вторую смену, и мне нужно было вставать каждый день там или через день на тренировки. В 7-30 утра тренировка была. А мне дойти до зала надо было пешком, но минут 30. То есть в 6 минимум вставать? Я сам вставал, ставил будильник или отцу говорил, пожалуйста, буди меня, потому что у меня отец в 5 утра вставал. И я вставал сам, одевал рюкзак. У меня был большой такой рюкзак, на толпе большой купили на рынке. У меня туда кроссовки вмещались, форма сверху и мячики. И вот так затягивался. Кроссовочки снизу, да, были? Да, да, да. И вот так затягивался рюкзак. Я обожал. Как мешок такой. Я всегда мечтал о таком. И я иду маленький. Так ты до сих пор ходишь с таким. Да. Потому что я до этого мечтал. Вспоминают соседи. Говорят, да мы помним, как ты вот маленький ходил. Говорят, мы помним, что у тебя рюкзак всегда один большой. И ты маленький сам с этим рюкзаком идешь. Но в итоге я сам там минус 28, минус 30. Ты приходишь в этот зал, стоишь, ждешь. Получалось так, что у нас тренер жил там на левом берегу, очень далеко. И ни телефонов-то не было, ничего. И мы ждали его на крыльце, стояли, пока он придет, откроет ключом дверь. И мы зайдем там, будем тренироваться. Бывало такое, что мы ждали, ждали, ждали. И тренер-то не приходил. Ну, там, может, где-то что-то там на отдыхе. Присаживался немножко. Да, да, да. Ну, или не считал нужным. Суть в том, что вот такое происходило. И мы там, постояв полчаса на морозе, там, 30-точку, мы назад там дергали домой. Приходили. Ну, ладно. Бывало и то, что он приходил. Естественно, это было больше, чем мне приходил. Суть в том, что когда мы его ждали, или я шел 20 градусов, 30 мороза, я приходил в зал, вынимал этот мячик. А он, понял, льдина, ты его кидаешь. Он не отскакивает, ничего. Он просто замерзал за то время, пока я доходил. Ну, понятно. А у нас тренировка была в пары, начинались в институте физкультуры, там, в 9-9.30. То есть, у нас был час 20, час 15 тренировки, в зависимости от того, когда тренер придет пораньше или попозже. И этот час надо было максимально использовать. А как его использовать? Когда мячик не прыгает, он полчаса, ему надо отойти. Ты полчаса его просто бросаешь, не водя. А потом, когда он отошел, уже фактически тренировка заканчивается. Ты его под горячую воду, там, или что-нибудь в этом роде. Какие-то варианты такие. Но смешно, короче, все это выглядело. В итоге я просто с сыном общаюсь на эти темы, и ему говорю, блин, послушай, вообще преград никаких нет. Нет, я и был в классе, сейчас общался с школьниками. Вообще нет преград никаких твоей мечтей. Если ты хочешь, если ты любишь, вообще ничего не может тебе помешать. Вообще, в принципе, в мире ничего не может помешать, кроме того, что тебе здоровье не позволят, или тебе врачи не скажут, тебе нельзя, потому что вот так-то. Все, других вариантов вообще нет. Получается, у тебя тоже довольно-таки не то, что классическая история. Ты пришел, тебе сразу сказали по поводу баскетбола нет. Ну, мне не сказали нет, мне сказали таких до хрена, как ты. Вот тебе вот такой вариант, вот хочешь, тренируйся. Другой бы, я не знаю, кто бы, как бы, может быть, и так же сделал бы. Но меня это не смутило совершенно. Окей, я хотел идти бросать тренироваться, хотел научиться, я просто пошел. С каким годом? С каким годом? Вообще не важно. Суть в том, что ты просто хотел. Ну, вот сейчас, да, мне кажется, это вообще, да, вот в твоем характере. И когда ты смотришь обычно, да, там на баскетбольные там сейчас, да, там игры, то есть видно, что есть какие-то люди, которые, ну, прям физически для этого вида спорта. По тебе, допустим, никогда нельзя было сказать, что вот он там баскетболист. Но своей работой, да, и упорством, и какой-то, и духом своим, ты, как бы, выгрызал все время это место, и... Ну, это ты говоришь уже о профессиональном моей карьере. Ну, да, но, как бы, я... Своё впечатление, когда ты приходишь, как бы, и с трибуны смотришь, и, ну, сразу нельзя так... Но ты нынешнее время смотришь. Когда ты вообще меня первый раз увидел? Вот так уж, скажем. В 12-м? В 12-м году. Это было уже... Мне уже было сколько лет? Мне было 32 года. А если бы ты меня увидел, как Антон меня знает, допустим, да, и мы знаем друг друга. В 32-м году. 32 года в 12-м? Нет, 30... А, в 12-м, извини меня, я... В 12-м году, стоп, в 12-м году, 2005 год нам 20 лет, плюс 7 лет, это 27 лет ты меня увидел. В принципе, неплохой возраст в 12-м году, но даже если раньше посмотреть, Антон меня знает, да? Ты говоришь, на баскетболиста не похож. Я... Мы с ним играли много. Я как раз-таки был похож на баскетболиста, начнем с этого. Я очень прыгал высоко. Это сейчас я не прыгаю. Я закатывал постоянно сверху. Ты имеешь в виду как внешний просто фактор? Ну, ростом, да. А, имеешь в виду в этом плане. Да, да, да. Именно что по росту, да, там, по какому-то такому, что ты вот кидаешь взгляд, да, на площадку, и ты видишь, Да, антопометрия там, понятно. Да, да, да. То есть, там, 2, там, 10, 2, там, 26 существует с гигантскими руками. Ну, у тебя это немножко другое. Да, меня не смущало вообще никогда это. Я никогда не смотрел. Нет, по поводу того, что ты похож на баскетболиста, ну, когда ты видишь как бы игру, да, ты понимаешь. Мне очень, знаешь, что нравится в этой всей истории, что сейчас, вот мы и вчера эту тему обсуждали, что сейчас, и тебя даже это коснулось, что когда тренер смотрел на тебя, и он говорил, что перспективы нет, и он не видел, что ты чем-то лучше, чем другие. Хотя на самом деле, по факту, это настолько не важно, потому что может заиграть абсолютно любой ребенок. И задача тренера, в первую очередь, раскрыть ребенка, а выберет он путь баскетболиста, или выберет ли он путь другой жизни, это абсолютно не важно. А у нас сейчас принято ставить клеймо и говорить, что так, так, родители сколько рост там? А, 170-165, не баскетболист. Ну, все хотят найти Шведа, Кириленко, Мозгова с длинными руками, с высокими родителями, с потенциалом стать суперзвездой. Но все забывают о том, что суперзвездой может стать человек чернорабочий, и который просто любит игру. И ты иногда не можешь в 7 лет разглядеть таланта. Это бред, это бред, конечно. Да, потому что я знаю себя, да, в моей истории, я был талантливый, но меня разглядел Борис Георгиевич Ливанов в том же Пулково, где потом Егор сейчас будет рассказывать. И он мне сказал, Антон, все хорошо, но ты, для того, чтобы тебе шагнуть на уровень, тебе нужно вот это, вот это, тебе нужно защищаться и не думать, что ты в порядке, а тебе нужно работать вот так, вот так, вот так. И он щелкнул мне эту тему. Это было нам сколько тогда получается? Это был 2001 год. 2001 год, 16 лет. Да, он щелкнул мне эту тему. Когда меня не взяли на Россию в Питере, я тогда был единственным человеком, который играл за Пулково по своему возрасту и получал там, по-моему, в районе 350 рублей, ну какая-то там такая сумма была, небольшая. И вот он щелкнул мне эту тему, меня отчислили со сборной, хотя я был сильнее всех на голову. Мои выиграли Россию, я не поехал за сборную Питера на Россию, я плакал в душе, потому что главный тренер был тогда Олег Германович Акулов, он назвал состав и сказал там, едет там, едет там этот, 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 а этот не едет, и не назвал мою фамилию. Я стоял тогда, пока сейчас помню, нам, мне отдали паспорт, я сижу в раздевалке в Пулково, понял, я сижу в раздевалке, у меня слезы на глазах, мир рухнул, то есть я не хочу играть в баскетбол, мир рухнул, я сижу, я понимаю, что что-то не то, и как раз у нас состоялся этот разговор, и мы ездили тогда в Пулково на финал вот этой там первой лиги, там было по 4 команды, мы поехали туда, и он мне говорит, Антон, как бы все хорошо, но, но, но ничего не хорошо, ты не туда играешь, тебе надо то-то, то-то, то-то. Сколько тебе было тогда? 15 лет ему было. 15-100 лет. А мне 16, я был в Пулково тоже. Да, и вот он переключил у меня это, и я такой думаю, да, а ведь реально, ну как бы понял, то есть он поставил, но сам факт, что все пытаются в 7-8 лет найти суперзвезду, а этого вообще не надо делать, ты должен ребенку проявить любовь к игре, это твое самое главное правило, проявить, чтобы он полюбил игру, не хочет он потом играть, да и отлично, но зато у него будет там понимание чего-то, он может быть не будет сам играть в баскет, но будет смотреть его по телевизору, потому что он почувствовал, что это такое, а мы забываем об этом. Ну, к сожалению, сейчас результат хотят. Да, да, все хотят результат. И ты остановился, да, сборы в Сербии? Сборы в Сербии, мы там очень круто, блин, сильно тренировались, реально играли, я чувствовал, что как бы, ну, как бы я прибавляю, да, это было тяжело, нагрузки серьезные были, очень сильные. И в конце этих сборов проводили такие турниры, кто там больше забьет штрафных бросков, средних бросков, дальних бросков, ну, такие какие-то вещи для того, чтобы, как сказать, вишенка на торте всего вот этого происходящего, выбрать лучше, тренировок, выбрать там вроде бы кто-то лучше, да, 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 ну и все-таки для фана, для соревнований, взять опять режим и всего остального. С призами? Ну да, там какие-то сатуэтки давали, там грамоты, там, ну вот как обычно все это бывает, как бы. Как, слышишь, когда ты эту сатуэтку, майку или плакат Майкла Джордана получаешь, это как будто ты сейчас купил этот тринадцатый айфон, да, себе? Да, кайфы, кайфы. То есть это такие чувства, ради которых ты вот, во-первых, стоял, тебе говорят там, Вяльцев. Да, 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 эмоции, которые ради чего-то, грубо говоря, промежуточная цель, которую ты перед собой ставишь, ты ее достигаешь, да, и ты кайфуешь от этого, да, это еще раз дает тебе, опять же, внутренние какие-то силы на поход дальше, да, продолжение, опять же, да, там стремления и продолжение, опять же, движения своего вперед. Но возвращаясь к тому, что мы вот эти вот соревнования проводили, и там такое правило было по броскам штрафным, ты два подряд не мог промазать. То есть ты один, если мазал, ты должен был следующий обязательно забить, чтобы продолжить счет. Да, я помню. Если два подряд ты мажешь, то все, счет заканчивается на том, с чем ты забил. Понял? То есть фиксирует твой результат до того, и все. То есть два раза подряд нельзя было промазать. В итоге я там, моя очередь доходит там каким-то там числом, по очереди, потому что очень много народу, и я начинаю бросать, бросаю, бросаю, бросаю. Там первую сотку я забиваю, но мажу там иногда, в плане мажу один бросок, потом второй забиваю. Следующую сотку я забивал все подряд, все сто подряд. Это 200 было. Уже все закончили бросать. Вечерело. Темно, да, как раз было уже темно, они этот, прожектора включают, свет, я продолжаю бросать. Я делал одно, я помню, что я делал одно и то же движение. Я делал два удара, крутил мяч, бросал. Опять же, два удара, одно и то же делал. То, что мне запомнилось как бы у сербов всех, да, там у них есть много нюансов, но я запомнил одно, что надо делать как бы одно и то же. Для броска нужно одно и то же движение, потому что твои мышцы запоминают одно и то же движение. Если ты начнешь, как бы получается, когда несколько раз ты бросаешь, вроде бы ты попадаешь, попадаешь, а потом ты видишь, что ты попадаешь, и начинаешь немножко расслабляться, и как бы он должен сам уже мячик, типа, туда заходи. И в те моменты ты как раз-таки и начинаешь мазать, когда ты даешь слабину. Нужно делать одно и то же. Все время одно и то же. И я уже там настолько почувствовал, когда я сто подряд забивал, у меня уже просто была... Мышечная память. Битвы. Все стояли, смотрели. В итоге я закончил на 371 я забил. Бросок этот штрафной. Выиграл там все остальное. И мне как раз-таки вручили эту статуэтку. И после этого никто больше там не побил этого рекорда. В детских соревнованиях. Да, да, да. И в газете там написали. Там я маме потом привозил. Я помню, у нее еще осталось. Сербская газета. Злата Рука Егора Вяльцева была написана. В этой фигне, да. И я там матери эту газету мне там тренер дал. Я ее, естественно, задал. А вот эти соревнования, они проводились среди всех команд? Да, да, да. В этого кемпа кто был. И вот чем запомнился этот лагерь мне. И после того, опять же, мы говорим о прогрессе. Это был год с 14 на 15 лет. То есть это лето было. Лето это сборы, сборы, сборы. Я приехал, потом назад вернулся в Москву. Мы вернулись, начали тренироваться, играть игры. И я уже забиваю сверху двумя руками. То есть, чтобы ты понимал, за лето в 2,5-2-3 месяца я допрыгивал до кольца, но цеплялся за кольцо, скажем так. Может быть, там где-то пропихивал этим маленьким мячиком. После сборов я приезжаю, я двумя руками ставлю. Ну, ты подрос, наверное, еще. Я подрос за это лето на 13 сантиметров. Ну, да. То есть я был... Вот единственный момент тогда, когда было... Я уезжал из Воронежа. Представь, я уезжаю из Воронежа в мае месяце. Я рос там, грубо говоря, метр семьдесят пять, метр семьдесят восемь. Приезжаю в конце лета, я на 13 сантиметров выше. И меня... И мама... При этом, да. При этом... И мама меняет весь гардероб. Да это уже не важно было. При этом я тренируюсь, грубо говоря, там, и еще там втыкаю. Я уже под метр девяносто рос там, грубо говоря. И я там был метр восемьдесят восемь, может быть, такой какой-то у меня рост был. И я реально ощущаю, что, блин, просто физически я бегу там, я не знаю, сильнее стал именно в этом плане. Мы начинаем играть чемпионат Москвы. Также вот в Москве проводится чемпионат Москвы. Подожди, ты вернулся, ты, получается... Остался в системе ЦСКА. Хорошо. Мама как эту ситуацию восприняла? Мама уже ей сказали, это Толжон Субекович, ей позвонила, как, ну... значимый человек сказал этого парня, нужно оставлять, у нее есть будущее перспективы в Москве. Он будет учиться в школе вот с такой-то, будет жить там-то. Мама там все, естественно, приехала, отконтролировала, посмотрела, где я буду жить, как я буду добираться и что я буду делать. В итоге приняли решение, да, нужно оставлять и все остальное на собрании, добро. Все, я остаюсь... Без контракта? Пока только условно? Да, там не было контрактов, в то время какие-то договора были. Да, как это... Договор был с молодежной ассоциацией ЦСКА на то время, как это было. Без оплаты? Никакой оплаты не было, ни о чем. Так, понял. То есть только просто ты тренируешься, живешь, тебе дают питание? Тренировки, форму дали, какой-то костюм дали, какие-то кроссовки дали, все. На этом закон. Я начинаю играть, мы начинаем играть в чемпионат Москвы по 84-му году. Я играю, нас тренирует Дмитрий Ростковский, в царстве небесных, крутой тренер, и мы большую часть времени тренируемся с ним. Плюс я еще тренируюсь, хожу к Анатолию Константиновичу Астахову, 83-82 год рождения, ребят. О, ничего себе. Да, чисто он меня там приглашал, учил там броску, еще каким-то нюансам, там игры в основном всегда были, он такой был. Ну, то есть твой тренер не был против? Нет, нет, нет. Он не был против, я дополнительно. Да, мы сейчас накладываем на современный лад, что сейчас все это у нас сразу ревность, а зачем тебе это нужно, а для чего мы сам, я тебе сам подготовлю. Да, да, да. А то есть, чтобы вы понимали, тогда за счет этой ситуации был еще прогресс, потому что он играл с игроками, которые были старше. Да, да, да. Тренер с ним работал, давал ему какие-то дополнительные навыки. Это все важно в процессе. Сейчас у нас как-то мы на эту ситуацию по-другому все смотрят. Сейчас все думают, что они все великие, они сами могут дать тебе все. Но хотя на тот момент я себя проецирую и говорю, что меня никто не заставлял. То есть, я сам проявлял инициативу. А инициатива, это только, как скажем, поддерживалась тренерами и всем остальным. Окей, вопросов нет. Хочешь, пожалуйста. У тебя травм там не было и все остальное. А было волнение переезда? Переезда? Нет, конечно же, я был привязан к дому и все остальное. Это тяжело было. Тяжело давалось. В этом плане. Почему? Потому что бабушка меня вообще-то большую часть времени воспитывала, так как мама очень много работала. И бабушка приезжала с утра, готовила еду, следила за домом, там убирала, там смотрела, там проверяла мое домашнее задание и все остальное. И я такой, типа, считался, что я там по дому-то особо ничего не делал, потому что бабушка за меня все делает. А мои старшие брат с сестрой, они как раз-таки все делали, там исполняли, мыли там и все остальное дома. И мама, все думали, как ты будешь в общежитии, грубо говоря, там не только общежитие для баскетболистов, но и футбол, хоккей, борцы, бокс, там и все остальное в этом общежитии. Как ты, типа, будешь в социуме в этом жить? Переживали первое время. Но в итоге все как бы радужно оказалось. Но быстро ты адаптировался? Да, я адаптировался, ну, буквально там несколько месяцев, потому что, знаешь, у меня времени как такового на адаптацию не было, потому что я постоянно тренировалась. Постоянно были сборы какие-то, игры и все остальное. Знаешь, как-то мы время вместе проводили с ребятами, тех, которых оставили. Мы два раза в день тренировались и шли вечером поздно домой все вместе. И шли на тренировки все вместе. Ну, понятно. В 10 часов закрывалось общежитие, больше никого не пускали. А из Воронежа ты поехал, получается, один? Или с тобой выбрали ребят из ЦСКА? Их выбрали, но они не поехали. А. Они отказались. То есть ты поехал один? Я единственный поехал, а я и ребята отказались. Слушай, вспоминая свое общежитие, сразу такой вопрос. Ты сказал, что в 10 закрывалось. Были ли ситуации, когда ты не успевал к закрытию? У меня не было. А, то есть ты все время был по дисциплине? Я был по дисциплине, у меня не было одной ситуации, чтобы такое было, чтобы я закрылась и я не попал. То есть были моменты тогда, когда немножко старшие ребята там, они закрывались и мы жили там у парней в комнате, окно выходило на пожарную лестницу. Все понятно. то есть ты из окна мог раз пожарную лестницу и спуститься. Я ни разу там не был. Это я как бы без гона я ни разу в то время не спускался по этой лестнице, хотя был посыл. Пацаны, конечно, некоторые спускались и приезжали, и приходили потом позже, но суть в том, что от меня такого я не помню, чтобы я именно спускался, именно нарушал. Выдвигался. Да, такого в то время у меня вообще даже мысли не было. Сколько раз, Антон, ты опоздал и сколько раз ты выдвигался? Я тебе больше скажу, я первый раз попробовал алкоголь, когда я подписал контракт со Спартаком. То есть я настолько был в жесткой дисциплине, я, получается, подписал контракт со Спартаком, мне было 17, и я, как сейчас помню, был, это сильная история, отменяя ты слушай, нет, был Новый год, и ветеранная команда, у нас там был Серега Коробов, Серега Боротников, они говорят, там, сегодня 30 число, мы отмечаем Новый год в трибунал баре, тебе надо быть, я подхожу к бате, я не, у меня было жесткое правило, я в 10 должен был быть дома, все, я тренируюсь, я играю там по Суперлиге, все, 10 отбой, понял, 8, потому что 15 у меня утренняя тренировка, и в 10 я должен спать, все, и не было, но, как бы опции, но не было, иногда я оставался в интернате ночевать, иногда, ну, просто там, пару раз меня оставляли, в основном я ночевал дома, ну, так вот, я подписался с Спартаком контракт, Андрей Николаевич Мальцев меня позвал, у меня были специальные условия по контракту, он мне позвал, сказал, что я буду... Что значит специальные условия? Ну, специальные условия по игре, по игровым минутам, то есть я должен был играть, то есть я не хотел идти в Спартак, потому что, ну, недостаточно еще обкатался, и Андрей Николаевич позвал меня, поговорил с моим папой, мы договорились, что я буду там играть 10 минут, хотя бы получать игрового времени, он давал мне эту возможность реализовываться, ну, так вот, и значит, 30 декабря, у нас Новый год, ветераны говорят, что все, как бы надо быть, я подхожу к папе, говорю, папа, как бы, да, надо быть, он говорит, ну, раз капитан сказал, значит, надо быть, да, значит, прихожу, короб тогда, ну, чтобы вы понимали, у короб, он примерно, я не помню, ну, вот, может быть, он сжал тогда, 140, может быть, здоровый, да, у него были вот такие плечи, вот такая грудина, он так вот, как сейчас Егор сидит, он говорит, молодой, садись, я говорю, да, да, Сергей, ну, хорошо, он говорит, сегодня ты пьешь со мной, ну, и ты, как бы, это не было вопросом, сегодня ты пьешь со мной, я говорю, понял, и вот мы дали, там, может быть, 10, ну, как там, старая гвардия, старая школа, там, как бы, ну, как бы, там быстрый процесс, то есть, ты уходил быстро, это не было там, что ты, растягивать не было возможности, да, то есть, раз, налили, все, оп, хлоп, сразу еще раз, да, и вот, значит, мое знакомство, первое, я, по-моему, выпил в районе 10 этих, 10 рюмок, дальше, соответственно, я ничего не помню, где-то там, какие-то танцы, что-то там, в кармане у меня 100 баксов, я уже ничего не помню, но суть в том, что я там, соответственно, утром возвращаюсь домой, ну, в ноль, ну, то есть, я не помню, я возвращаюсь в ноль, а с утра, 31 декабря, мы на машине едем на дачу, к бабушке, на празднование Нового года, и вот, значит, я, ну, бать ко мне заходит и говорит, подъем, погулял, вставай, а я ноль, ну, просто ноль, вообще, я ни петь, ни рисовать, я думаю, куда что, и вот меня сажают на переднее сидение, я, значит, сажусь, ну, там, полтора часа, там, два, может быть, до дачи, я в этом полудреме, значит, трясусь, приезжаем на дачу, я говорю, ну, что, какая ситуация, они говорят, все нормально, там, ну, оливье, там, подготовка идет, ну, все покладят, да, все готовят, я говорю, понял, я прилягу, я прилягу, ну, вот, я прилег, и в 23.50 я проснулся, ну, вот с такой головой, потому что я, ну, организм не понимает, что с ним произошло, то есть, для меня это был шок, это был вот первый раз, когда я, к слову о том, по дисциплине, то есть, до 17 лет, до 17 лет, я не пробовал алкоголь, ну, может, там, папа, там, дал попробовать вина, там, ну, как обычно, там, шампанское, да, вообще, у меня не было возможности шаг влево, шаг вправо, давай, ты рассказываешь, значит, потому что я вспоминаю про свой интернет, у нас пацаны там тоже рисковали, там, связывали про простыни, полотенца там, слезали, потому что тоже интернет закрывался, и все, вахтерша сидела на базе, единственное, там, ты помнишь, да, в интернате в этом, там не было низких этажей, то есть, ты с этажа прыгнуть не мог, не, ты мог либо стигануть с крыши, с крыши такого, как бы, который стоит при входе, да, но это высоко, и люди, да, там, с козырька, и люди могли там, точнее, они травмировали, можно ноги сломать, там, 5 метров, то есть, я уверен, что и ломали, я просто не помню эту всю историю, вот, значит, ты был по дисциплине, ты не, я не выходил, не опаздывал, и получалось так, что времени особо не было, и как раз к вопросу, возвращаясь о школе, почему у меня вот сильная была база именно школьная, за год я закончил экстерном 10-11 класс уже в Москве будучи, в ЦСКА, вот этот год начался учебный, то есть, база той, которую ты получил, мне база, которую я получал в Воронеже, в школе в своей физике физматии, занимаясь дополнительно с учителями по физике и по математике, я смог спокойно закончить, не посещая вообще школу, приходя только на эти, на тесты, там, на всякие вот эту вот фигню, сдавая там экзамены или там тесты, закончил 10-11 класс за год. Слушай, Егорыч, а скажи мне, мама, ну, то есть, мы понимаем, что ты выбрал баскетбольное направление, то есть, учеба, получается, в этот момент уходит на второй план. Мама к этой ситуации как отнеслась? Мама уже понимала о том, что раз я попал в ЦСКА, то есть, как бы, уже какие-то сборы, есть какие-то результаты, и это все, как бы, скоротечно все происходило, получается, да, там, периодами, прям период один, там, лето, я там прибавляю, грубо говоря, там, выигрываю что-то, что-то, начинается осень, мы играем чемпионат Москвы, и осенью, даже уже глубокую осенью, на чемпионат Москвы, на какую-то игру к нам в ЦСКА, как раз-таки приходит Ливанов с Архиповым, Николай Николаевичем. Посмотреть игру. Не помню, кто ему конкретно сказал посмотреть на меня, ну, именно сказал, приди, и он конкретно приходил на меня посмотреть. Понял. То есть, ему кто-то сказал, он, насколько я помню, по разговорам, опять же, не берусь утверждать, отнекивался, они в тринке сидели. Подожди, он кого тренировал? Он сборную тренировал. Команды? Не было. Нет, сборная кадетов его поставили тренировать. А потом, получается, это потом в Пулково он был уже. Да, потому что я помню, что он с нами, он с нами приходил, еще Пулково было, но он не был тренером, он тренировался с нами в интернате. Да, да. Он приходил, сам тренировался с нами, представляешь? То есть, он реально, получается, приехал в Москву, потому что он тренер сборной, и пошел... У них были сборы, как бы как таковые уже, потому что база была тринта всегда для сборных команд, и у них там была небольшая гостиница в тринте, все там собирались, два зала, как бы все условия были. И они как раз таки собирались на эти сборы, кадетская сборная 85-го года рождения, и в итоге ему кто-то, наверное, кто-то что-то сказал, надо поехать посмотреть, время есть, говорит, ну сходи, посмотри, есть, типа, игрок, как так говорили, опять же, я не берусь утверждать 100%, как говорили, говорит, иди посмотри. Он, да не надо, у нас есть, типа, все в порядке, игроки там, его амплуа у нас есть, пока что не нужно, типа, у меня есть ростер, но зачем интегрировать еще одного, вот насколько я понимаю, но в итоге его заставили, не заставили, как бы, ну, сходи. В итоге он поехал, сходил, посмотрел, я уже играл тогда недостаточно неплохо, по 84-му году причем, и я получаю через, это был как раз ноябрь, я получаю в декабре вызов в сборную кадетскую, как раз конец ноября, я получаю вызов в кадетскую сборную, 85-го года рождения, на турнир, на январские каникулы в спортшколе Тринте, приглашают команды Греции, там еще кого-то, там 4 или 5 команд, на просто товарищеский турнир, как бы, как подготовка к квалификации на чемпионат Европы, 85-го года рождения по кадетам, ну, я там, блин, с шарами таким, маме опять же говорю, ты же говоришь, как в Росу об учебе, это уже декабрь месяц, я уже в сборную вызван, мама уже там, уже речи не шло, там, 4 месяца, за 4-5 месяцев я в национальной сборной, то есть через 5 месяцев, она, ну, вот это кадетская, она, ну, можно, да, сказать, что это прям, типа, национальная сборная. это пик того, что твоего возраста, грубо говоря, к чему дети стремятся, это лучших выбирают из своего возраста в России, и они играют за сборную кадетов, своего возраста, то есть если ты был бы, симпиадий вал был как Кириленко, ты бы играл там за кадетов, за юниоров, за молодежку, там, и еще в национальную, к примеру, но такие единицы, грубо говоря, я играл, это считалось уже все, ну, как бы, никак не пиком, а очень хорошо для того, что ты в своем возрасте играешь, лучше в России, грубо говоря, я приезжаю туда, зная уже, будучи, кто там, да, примерно там, я знал Андрея Комаровского, я знал там, Витя Ускова, и еще пару ребят, с которыми мы играли там, в свое время, да, ну, встречались на чемпионатах, Олег Бартунов, но я его не знал, потому что я не играл по 85-му году, я играл по 84-му, а они всего типа 85-го, Дима Соколов, там, Бабичев, Андрюха, там много ребят, Саня Гребенюк, там был, Вась Порублев, такие, короче, Игорь Корнишин, и Паша Подкользин, естественно, был там, на этих сборах, и Саша Фомина взяли, вдогонок, как раз, почему, потому что, Саша был очень перспективный, на то время, парень, реально, с броском, с хорошим движением, высокий данный, прыжок, то есть, у него поставлена рука, прыжок у него был, очень серьезный, очень хороший он был, и в перспективе он только-только, прям вот, брал, видно его там, как бы, ну, я не знаю, он попасть-то навряд ли попал бы в ростер, грубо говоря, просто, чтобы он потренировался, и как раз-таки вместе со мной его взяли на сборы, я приезжаю там, все круто, с пацанами, со всеми там общаюсь, там, и понимаю, что, ну, здесь серьезно все, и начинать с тренировки, и когда я впервые, там, с Борисом Георгиевичем Ливаном, встретился как таковым тренером, я там понял, там, где-то отвлекся, что-то на по башке мечом, там, или что-то в этом роде, там, отвлекаться нельзя, мне сразу все сказали, ребята, дисциплина должна быть, мороженое ешь на улице, вообще ешь мороженое домой, пьешь газировку на улице, или где-либо домой, сразу билет, там назывался билет домой, почему, потому что ты подведешь команду, ты заболеешь, заболеют от тебя другие, и результат общий, не от тебя одного зависит, а зависит от всех, будь добр, уважай всех, и каждый должен стестись по-своему, к себе, к своему организму, и к своим партнерам, которые здесь собрались ради цели, чтобы победить, и выйти на чемпионат Европы, и все остальное, вот такие вот цели ставились, именно конкретно звучали от него, и там было все подвержено результату, именно тренировочному процессу, дисциплине, послушанию, и самодисциплине. А это такой переходный получается, наверное, в момент, что это уже становится каким-то юношеским, скажем, нет, это уже не становилось, я уже понимал, что я, это вот, это моя профессия, я понимаю, что это все быстро, но я понимаю, что у меня пути нет назад, это круто, я имею в виду отношения даже, как бы, ну, отношения, да, да, такие отношения, почему я понимал, что накладывал отпечаток свой, что ты уже сбор, вот у тебя Россия написано, это не просто так, да, в России ты должен сделать все, что там от тебя требуется, надо там лежать, будешь лежать, надо стоять там, надо сколько угодно будешь там стоять, или надо там все, что угодно сделать, ты будешь делать, и это я так для себя проецировал, в итоге мы очень сильно тренируемся, и в итоге тренировка доходит до того, что мы начинаем отрабатывать, для меня новый был элемент подставы, подставы, ну, когда ты получаешь фолл нападения, Егорыч, расскажи тебе, это был самый ненавистный, это был, отвечаю тебе, я не, Егорыч делает это великолепно, то есть, он один из когорт людей, которые супер это делают, есть же, в NBA, они любят эту статистику подводить, кто сколько раз, там, поймал человека, и получил фолл нападений, Егорыч делает это просто на топ уровне, а я делаю это на уровне ноль, тогда я это делал на уровне минус, и когда я первый раз это упражнение делал, я понимаю, о чем он говорит, значит, ситуация такая, один большой бежит с одной стороны площадки, другой маленький бежит с другой стороны площадки, твоя задача добежать до трехсекундной зоны, встать, и чтобы, условно говоря, танк 2.15, тебя сбил, пробежал и сбил тебя, с одной стороны вы получаете, с разных сторон, то есть, вы стоите на углах площадки, центральной линии, с разных сторон, кольцо впереди, большой с мячом, его задача забить, бежит под кольцо, делает два шага, или там останется на две ноги, и должен забить, твоя задача ускориться, раньше перед ним, встать двумя ногами ровно на пол, не двигаясь, и ждать контакта, ждешь контакта и падаешь, понял, что ты понимал, на тебя бежит поезд, вот примерно, такая проверка на дух, я понимаю, я тебе объясняю к этому вопросу, что доходит дело до этого упражнения, все там, о, там повздыхали, я слышу, ну повздыхали, в смысле вот так, потому что там нельзя было ни вздыхать, ничего нельзя было делать с Георгиевичем, там все серьезно было, очень, и получается, что начинают распределять пары, сами пацаны быстро, он сказал, сейчас подстава, типа, и все, и все, и все, да, и все, понял, и все, тык-тык-тык-тык-тык, понял, раскидываются, я так там пока, понял, собирался, раз-раз-раз, ну и стою, начинают там подсчеты, и я смотрел, сколько на тот момент он был, он 2-20, был уже просто там, ряха вообще такая, камон, ну окей, а что делать, ну у меня такое было, ну что, забьет, забьет, убьет там, ну как бы, ну какая разница, суть не войны, и в итоге, вот это вот движение, погнал, я бегу, думаю, ну а шанс нет, ну все, я раз стою, упал, он там, слава богу, он так у меня наступил, через меня, через голову мою, вот такой ногой, ну, неплохо все, и потом я как-то прочувствовал эту всю тему, когда контакт этот поймать, вот прям, я начал так-то больше прогрессировать в этом плане, потому что мы там тренировали, реально, почему, опять же говорю, это пошло, мы потом начали играть игр, очень много, был, приехала Греция, с Афоклисом, с Афоклисом, подождите, Егорыч, стой, моя самая любимая история про Софо, когда Егорыч не рассказывал момент, когда они играли, вы в финал с ними играли, Европа? Не, не в финал, но там в группе мы с ними играли, в общем, у Бориса Георгиевича Ливанова, правило баскетбольное, значит, если человек проходит под кольцо, допустим, я защищаю, человек проходит под кольцо один, твоя задача спалить так сильно, чтобы он не смог поднять руки, то есть ты должен уебать по рукам, так сильно, чтобы руки отсохли, и вот, значит, Егорыч мне рассказывает историю, как он говорит, играю, я, говорит, Соба, ну так получилось, там, размена или что-то такое, как получилось так, что я на него выхожу, ну, там, ротация, ротация, и на него, ну, тут уже делать ничего не осталось, тут надо фалить, ну, ее там с разгона, какой-то, топоры достаю, бью, и понимаю, что там, ну, как бы я ударил, а там никто ничего не заметил, я там еще раз там, еще, и он поднимается, и вместе со мной, короче, на, и я там отлетаю вообще просто, ну, а там просто человек огромный, такой, как это, но возвращаясь опять вот к этому моменту, Ливанов, как говорил, что надо сфалить, я перескочу чуть-чуть вперед, мы уже, я уже будучи в сборной, мы играем в Турции, в квалификацию с Израилем, тяжелая игра, нам нужно было с этой квалификацией выйти первыми, чтобы попасть на чемпионат Европы, на финал кадетов, я тогда, такой был, знаю, сейчас я меньше прыгаю, а раньше мне казалось, что я там, ну, не казалось, я реально мог накрыть, там, забить сверху, там, много прыгать, и момент такой в игре, из израильской команды игрок бежит, ускоряется к кольцу, а я как на перерез иду, думаю, ну, сейчас я ему хлопану его сейчас, ну, гомочище ему выпишу, и я там раз, выпрыгиваю, и он выпрыгивает со мной, ну, и по классике, он мне просто руку в бок убирает, ну, я там пытаюсь достать, в итоге не достаю, он забивает, два плюс один, еще штрафной, слышу тайм-аут, на скамеечку, я думаю, ну, сейчас там, типа, ну, что-то будет, ну, в плане того, что, сейчас получу, естественно, пиздюляторов, садимся, тайм-аут, объясняет, там, что-то нам по игре, Борис Георгиевич, там, вот так перед нами, мы на скамейке сидим, он перед нами сидит, с этой, с доской, объясняет, объясняет, и, свисток уже судьи, как бы, выходить надо на поле, минута закончилась, ты думал, так, а что там случилось, почему пробивается, этот, бросок сейчас, ему там, этот, Ватсон, у нас был, второй тренер, говорит, да так, с фолом же забили нам, он, с усами рыжий, с фолом же забили нам, у Ливанова, кто, кто сфалил, ну, он, типа, Вяльцев сфалил, разворачивается мне, на, снизу, так, этого, чуть-чуть, тяжелого, такого, дает, прощупал, куда, прощупал, я, хоп, ну, да, ну, иди, иди, я выхожу, понял, атака, атака, что-то, переход, переход, внутри, там, кто-то получает, и я, под кольцом, я говорю, а, хорошо, надо, фол, окей, и я, там, просто, топором, по рукам, ему, руки, отсохли, мне, этот, умышленный, фол, дает, я думаю, ну, сейчас, вообще, пиздец, а там, а там просто, да, да, молодец, мне показывает, я, там, блин, хорошо, быстро, быстро выучил, да, сразу, что-то, он говорит, привыкнут, потом, говорит, ты будешь постоянно, так фалить, потом привыкнут. нет, когда мы в Пулково играли, и, и тоже там, Олегу Бартунову забивают с фолом, и, мы, значит, садимся на, ну, на скамейку, такой же тайм-аут, и там просто, раз, два, три, там этой, доской, я сижу, я сижу, точнее, я мало играл, я вот так стою, думаю, боже мой, но ты уже понял, боже мой, ты уже, да, ты понимал, то есть, достаточно было, больше шанса нет, что тебе забьют с фолом, то есть, ты сделаешь все, ты, грубо говоря, прыгнешь ногами вперед, но только, чтобы не разочаровать Бориса Георгиевича, реально, дисциплина была такова, он говорил о том, что пусть мы не забьем, но нам там не должны вообще забить, мы можем не забивать, но и мы не должны давать, то есть, там была задача, вообще насмерть стоять в защите, неважно, что угодно сделать, но только, чтобы они не забили, вот была вот такая задача, мы так тренировались, мы мало забивали, но мы мало и пропускали, в итоге, возвращаясь к тому, что мы начинаем играть в турниры, приезжает этот Софо, Сафоклис, с Греции, там, Принтезис, Сафоклис, там, кто-то еще, хорошая команда, и мы их просто разматываем вообще, ну, за счет, я помню, ротации, дисциплины, опять же, вот этих подстав, потому, потому что, мы разбирали так соперника, Софо доминировал под кольцом, и у нас были реально четкие правила, что мы давим его, ты же подставился, расскажи мне, как ты подставился, так вот, это тогда уже было, это вообще, подставился, потому что у нас было правило, с лицевой линией, мы сразу помогали на Софо, направляли его в лицо, чтобы он разворачивался, но обязаны были делать ему коробочку, с лицевой линией, то есть, когда он разворачивался спиной, он большой, он бы врезался в нашего защитника, ну да, понятно, вот, у нас было все это четко, потому что, если ты не делал, до свидания было сразу, то есть, ты обязан был делать так, как сказал тренер, в итоге мы там, он просто получал два или три фала, сразу буквально там, за минут 15, и с возгласами там, что, как, почему, но он в итоге реально, он разворачивался очень сильно, получал эти фалы, но у меня там был момент, опять же, для фана, я там тоже один раз на него подставился, ну, просто я отлетел просто от него, и все, но суть в том, что, просто огромный чел, реально, он просто здоровый был, но в итоге мы его выключали на раз-два, на то время, у него, видно, немножко он нервничал из-за этого, очень много, и не контролировал себя, а за счет физики, чувствуя то, что он доминирует, он просто разворачивался в людей, сбивал их просто, ну понятно, и он заканчивал игру уже, и играли уже с другими, гораздо легче все, происходил, просто, опять перематывая, как я попал в сборную, мы, вот этот турнир прошел на ура, потому что он показал мне то, что я могу играть на уровне сборной, я уже выходил стартовой пятерки, он меня поставил сразу после мини-сбора, там в 10 дней, у нас был турнир, я уже играл стартовой пятерки, грубо говоря, меньше чем за год получается, да, 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 я уже играл стартовой пятерки, играл много конкретно, я понимал, что я как бы хорошо, хорошо играю, я чувствовал, что я как бы неплохо, как бы получается у меня, поэтому я там убегал, очень много, я знал свою функцию, у Ливанова было четкое понимание, кто, что чем должен заниматься, и моя функция была такая, что я должен был сильно защищаться, хорошо, агрессивно, подбирать, защищаться, убегать, все быстрые отрывы, там мои, один на один, а бросать должны были там другие, на то время, ну, ему так казалось, ну, вот так скажем, и я как бы четко это все делал, поэтому мне было интересно, реально, и я понимал, что уровень как бы уже сборной, все круто, меня уже в ЦСКА по-другому на меня начали смотреть, опять же, потому что я уже попал в сборную, я там начал еще больше играть, мне тренер дал еще больше там шансов, потому что он уже знал, что я в сборной, что я там неплохо откатал, и он мне давал еще больше играть, и больше возможностей мне для, как сказать, для самореализации, так скажем, потому что Дмитрий Широсковский, царство ему небесное, кстати, он ушел из жизни, но он реально давал свободу нам в тренировках, мы играли много 3 на 3, мы играли 5 на 5, он нас не ставил в рамки, в отличие от Бориса Георгиевича, у которого была система своя, а здесь я приходил, я, грубо говоря, творили, да, ты творишь, ты хочешь так, хочешь сяк, ему важно, чтобы был игровой процесс этот весь, да, там несколько комбинаций, но тебе давали возможность именно играть, да, 1 на 1, 2 на 2, там, 3 на 3, 4 на 4, мы все время играли, 2 на 1, 2 на 2 эти убегания, то есть, знаешь, ты реально получал удовольствие от тренировок, потому что ты наигрывался постоянно, плюс игры вот эти, у нас были сборы в Пахре, как обычно, да, тот год, мне 15 лет, я закончил школу, мне нужно было поступать в институт, и выбирать, в какой институт я пойду, опять же, это все, ну, как бы мы находились в Пахре, на сборах, жили в бараке, в одноэтажном, все в одной комнате, туалет на улице, душ тоже там, в душевой, открытая площадка, да, были коттеджи рядом же, как же, насколько ты знаешь, те ребята московские, все жили там, разных возрастов, и девчонки в этих коттеджах, а мы, сборная России, жили в бараке, это говорит о том, что мы, как бы, тренировались, сушили там же вещи, там же и стирали их, там в душе, и все остальное, то есть, условия были такие, спартанские, и тренировались мы на помостах, естественно, на улице, и в лесу, опять же, возвращаясь к этой сборной, и как мы проходили подготовку, это меня очень закалило, опять же, в этом же плане, то, что ты не смотришь на то, что вообще, как живут там остальные, другие, понятно, что ты хотел, но тут шанс был один, тут у тебя была задача в том, чтобы попасть в сборную, и реально поехать на этот чемпионат Европы, и мама мне уже говорила, в плане, говорит, ты надо поступать, надо выбрать вуз, лето, а лето я тренировался в этой пахре, и надо было что-то делать, и у меня были варианты, мне предлагали в Институт Дружбы Народов, РУДН, поступить на достаточно хороший вуз, и все остальное, там с английским наклоном, и реально был шанс туда поступить, но надо было тогда уехать со сборов, и поступать, какие-то там документы, и все остальное, чего я себе не мог позволить, ну понятно, а на сборы ты поехал, это, ну, уже известно было, что ты поедешь на чемпионат? Нет, конечно, там, ну, у нас там было 15 человек, к примеру, по классике, все борются за места, все просто бьются, я говорю, только ты должен был все соблюдать, так, чтобы помимо твоих тренировок, твоего прогресса, и качества, ты должен был, я не знаю, соблюдать такие правила, и не просто волосся, грубо говоря, да, то есть, если бы ты уехал, то ты бы не попал, если бы я поехал, грубо говоря, куда-то поступить, и подошел тренеру, сказал, что мне надо поступать там, он бы сказал, ну, окей, езжай, поступай, и больше ты не приехал, да, ну, то есть, хорошо, проходят сборы, и как, нет, во-первых, куда ты поступил в итоге? В итоге я откладываю это поступление на после, вообще на осеннее время, грубо говоря, на конец, на август, но уже не РУДН, потому что РУДН не ждет, у них есть сроки поступления, грубо говоря, подаешь документы, поступаешь или нет? Я, естественно, поступаю в институт физкультуры, я, опять скажу, Московская государственная академия физкультуры и спорта, ну, естественно, в Малаковке, Малаковка, это очень называется такая, и чтобы не перескакивать, я продолжаю опять разговоры о том, что мы были на сборах, потом поедем, а потом я скажу про институт. Мы проходим сборы, очень тяжелые сборы, вообще серьезно, тяжелые сборы, ты каждое утро просыпаешься в 7 утра, бежишь кросс. Мы, наши вещи, мы жили вот реально в бараке, у нас заходишь в большую комнату, единственное, у тренеров была одна комнатка такая, первая при входе, там три кроватки стояла, тумбочка, что-то похожее на комнату, следующий был коридор, с колориферами, с двумя, где наши носки лежали, наши кроссовки, там у всех старые, куча такая, через облако воний проходишь, заворачиваешь направо, и комната, ну, как мини-зальчик такой. Я ровно там же жил. Да, и там вот такие вот кровати везде стоят, кто какие выберет, у стенки с тумбочкой, ну, вообще круто было, ну, грубо говоря, вот так мы и жили. Естественно, приколы, все штуки, там эти ночью в толчок надо ходить на улицу, извиняюсь, да, там в дырки в эти, но так, знаешь, зябко было даже в 14 лет, там в лесу, там, знаешь, ночью выходить, так лишний раз, наверное, не пойдешь, мы просто с крыльца, блин, выходили, как обычно, выдавали, да, и все, и заходили, быстро-быстрее в эту кровать, в теплый год, потому что в 7 утра надо было вставать. В 7 утра встаешь, одеваешь, я как помню, один момент, в 7 утра мы просыпаемся, в 7.15 или в 7.20 мы должны стоять на крыльце, готовые уже тренировки, у нас была пробежка, до леса, в лесу беговые упражнения, отжимания, там всякая фигня была, вот в этом роде, я просыпаюсь и слышу, ливень, фигачит просто стеной, я думаю, блин, мысль, может он отменит, в плане, ну да, это мечта, беговые, заходит, Ватсон говорит, ребята, на улочку, выходит и говорит, вы лишнего не надевайте, тяжело будет бежать, стирать, не это, мокрое будет, лишнего, вот я запомнил, лишнего надевать, это значит, я выхожу просто без майки, шорты, кроссовки старые, там пробитые подушкой, ну там неважно, самое главное уже было бегать и все, и побежали, в ливень бежишь, тренер с нами бежал, Борис Георгиевич с нами бежал, он всегда в теме, он всегда бегает, все показывает своим примером, я как помню, всегда, круто, добегали, добегали до, до леса, делали там упражнения, все, все такое, потом мы приходили, умывались, не мылся никто, мы умывались, чистили зубы, шли на завтрак, после завтрака мы приходили, опять час у нас перерыва, это была основная тренировка, там короткий сон, обязательно, основная тренировка, быстро ложишься, 15 минут, значит 15 минут, была тренировка или на стадионе, или же кросс какой-то, или что-то в этом роде, я вспоминаю, как у нас был кросс, именно в том же лесу, задача была такова, надо было пробежать, энное количество кругов, я не помню, сколько на то время, но это порядка там 5-6 километров, что-то в этом роде, по лесу, там была у нас дорога такая, по лесу все ее знали, и, конечно же, у меня, вот как вот, как свой характер я вспоминаю, я старался во всех упражнениях первым быть, то есть я не хотел быть ни второй, ни три, я максимально выкладывался к каждому упражнению, чтобы только быть первым, бежать, значит я должен был больше всех побежать, или там я должен быть быстрее всех, или вот, что бы то ни было, отжимания, значит сколько там надо отжаться, столько там, я отжимался там больше, гораздо, надо подтягиваться, я должен был больше всех подтянуться, я как бы, мне физические данные мои позволяли это делать, подожди, кто у вас, скажи мне, всегда есть, вот когда этот кросс, всегда есть один-два человека, кто реально бегут, вот прямо у них сердце заточено под эту тему, ты был вот, я, был я, был, был Леопольд, ну понятно, Логутин, был Лук, этот, как его, Лукьянов, Леха, здоровый, Кошины, и, Игорь Корнишин, и Саша там, Чмелевский были такие, Саша Чмелевский был маленький, потому что Игорь Корнишин тоже относительно маленький, остальные ребята, ну, среднего, более-менее уровня, а в основном, как бы, вот бежали мы, и, получалось так, что все, мы стартуем, нам задача обозначена, надо прибежать, столько-то, столько кругов, стоят три тренера там, ну понятно, на точках, на точках, и понеслась, бежим, бежим, естественно, скорость, там я один в первых бежу, первый я и бежал, круг один, второй, третий, я самое главное думал, самое главное, чтобы в толкан не захотеть, ну то есть, получается, что если ты в толчок, ну ты проигрываешь, ты проигрываешь, сразу надо там нагонять, слушай, ну я скажу интересную историю, что когда я был на таких же сборах, и мы были в Черемшанах-Саратове, у нас, ну и еда была ниже среднего, и люди умудрялись это делать на повороте, то есть, я расскажу, то есть, то есть, то есть, он бежал реально, с поворота выдавал, выдавал, и, и как бы там не было, не терял позицию, нет, он там не подтирал даже, то есть, он с поворота запихивал, оп, и дальше летит, так и я рассказываю историю, опять же, ты уже перегоняешь, я чувствую, что на четвертом, на четвертом кругу, поддавливание происходит, внутрях у меня, ну понятно, я так, принимаю решение, терпеть, круг терплю, понимаю, что не могу, потому что на пределе возможностей, подожди, отставание, пару секунд, ну, там идут, как бы, ну, близко, но я иду первым, я думаю, так, ну, Леопольд постоянно меня старался настигнуть, корни все-таки присутствуют, беговые, и он меня поддает, я думаю, так, что делать, вспоминаю маршрут, и понимаю, что я должен сейчас вдать, уйти, подальше, убежать от них, и быстро сходить, чтобы потом не проиграть, как на пидстоп, чтобы потом не проиграть, и выскочить в поток, и потом нагнать, еще трехцовый есть, я просчитываю, короче, забегаю в лопухи, быстрая выдача, рядом лопушок, раз, поднялся, там три человека, четыре прошло, я вклиниваюсь туда, пятым, да, ну, вклинив, я не помню сколько, вклиниваюсь, пошел, и, короче, я к последнему кругу, их достигаю, и выхожу в эти, я и Лукьянов, выходим первые ряды эти, выигрываем, ну, Леопольд тебе не даст соврать, Леопольд, у нас там тройка была, и Игорь Корнишин там, еще тоже, все, и я вот как вспоминаю эти сборы, вообще, спецназ просто жесткий, мы там кувыркались, мы там, я не знаю, делали отжимания на брусья какие-то, у нас четыре тренировки в день было, вот утренняя была пробежка, потом утренняя, утренняя, потом сон, потом дневная, а потом еще вечерняя, и вот так вот, все происходило, блин, надо заканчивать, да, но мы, это первый всего лишь вопрос был в списке Антона, чтобы ты понимал, поэтому я думаю, надо снимать еще много частей, но я предлагаю это подвести так, что мы сейчас, да, там, уже на весь процесс смотрим, как родители в первую очередь, и все время переживаем, что не перегружаем ли мы детей, недостаточно ли много, вот им даем информации, знаний, а вот наш жизненный опыт показывает, что мы тренировались по четыре раза в день, и у нас не было мысли о том, что это много, у нас стояла цель и задача попасть, завоевать, добиться, и вот, мне кажется, такая мотивация крутая. И последний, очень короткий вопрос, когда сказали, что ты ездишь на чемпионат Европы, внутри, что это было, ну, ну, во-первых, все ждали, переживали, у нас всегда там, да, кто едет, кто не едет, в итоге там несколько человек отсеяли, и остались те 12, которые поехали, ну, слушай, кайф, ну, в плане того, что я не испытывал какой-то эйфории, ну, то есть, у меня была задача, это кайфанул от того, что все сделал, и меня взяли, блин, супер, но у нас, знаешь, у нас такая атмосфера была с Борисом Георгиевичем, внутри сборной, что никто особо и не радовался, то есть, там не было такого проявления чувств и эмоций, но это как, типа, выполненная цель в своей работе, знаешь, все было скупо, очень, и все эти эмоции и чувства, так немножко они прибивались с самой атмосферой внутри, понимаешь, она была хорошая, мы могли там кайфануть внутри, в общаге там где-то, да, вот как находясь, а потом тренер, все сразу, то есть, как бы, все на нет, представляешь, какая дисциплина была, все на нет, а еще один момент из случая, я просто тебе расскажу, блин, Егор, круто, ну, что вот это, да, мы проговорили, это был действительно у нас первый вопрос, как ты сдвинулся, там, за три года, от начала дошел, мне кажется, это полностью показывает и характер Егора, и стиль, ну, да, это как бы, я даже сам для себя много открыл историй, которые я не знал, в принципе, я базу знаю Егора, наверное, больше, чем большинство людей, которые это будут смотреть, но для меня это новость. Ответ на один вопрос, по сути, у нас сколько вышло, 2.20, я думаю, что дальше мы продолжим уже, о, следующий, скажем, в следующем этапе твоей карьеры, да, хорошо, круто, понятно, бомба, да, так, Егорыч, ты поешь в отель? Да, давайте, я в этих не могу играть, ты меня вообще слышишь из уродов, 會 гон zien, да, я бы, я。」 Продолжение следует...